Зачем художнику повышать свое мастерство? Казалось бы, ответ очевиден. Мы говорим о том, что сегодня мы рисуем плохо, а завтра начинаем делать лучше свои картины, свои изображения. Но в чем заключается вот это «было плохо, стало лучше»? Допустим, художник пишет отражение в воде. И сначала у него не получается. Но вот отражение в воде получилось, и мы видим реалистичность того, что он изобразил. Действительно, вот такой термин «как на фотографии». Я, кстати, не знаю, для кого это является похвалой, но есть такое выражение «как на фотографии». Так вот, у человека очень хорошо получилось написать отражение в воде. Это и есть мастерство, к этому нужно стремиться. Ну или художник пишет там «кроны деревьев» в пейзаже. Сначала объема у крон не получается, а позже, за счет обучения, может, он прошел какие-то курсы, или более опытный мастер показал ходы, как сделать объем у крон деревьев. Вот деревья стали такими материальными, объемными. То есть, мастерство выросло. Но а в этот момент художник понимает, что он уже умеет писать хорошо деревья. Нужно ли дальше совершенствовать свое мастерство? Или все, процесс обучения состоялся. Вообще, как понять, что ты уже всему научился, и теперь ты настоящий художник? Как же тогда тот факт, что нам говорят, что любой человек учится всю жизнь, в какой бы он специальности не нашел свое призвание, учиться нужно всю жизнь? Это что, я никогда не научусь писать хорошо картины, я буду всю жизнь учиться и все время находиться в роли ученика? Или, наконец-то, я смогу себе сказать, что я уже все умею, и теперь мои картины стоят дорого? Они достойны для того, ну, представляться в галереях или продаваться за хорошую сумму? Как происходит этот механизм? Видите, сколько вопросов я задал вокруг темы самосовершенствования в искусстве, в своей технике, исполнительском мастерстве. Попробуйте, вот, например, остановить видео и ответить на эти вопросы, и потом сравнить свой ответ с тем, который я сейчас вам дам. Ну, вы не остановили это видео, значит, хотите немедленно узнать ответ. И я хочу вас еще спросить вот о чем. А вы когда-нибудь слышали о том, что художник передает в своих картинах состояние, настроение? Ну, и вообще, мы иногда применяем термин «картина написана с душой». А что это обозначает? Ну, давайте вспомним произведение Шишкина «Дождь в дубовом лесу». Чем оно нас восхищает? Ну, конечно, если рассматривать картину детально и в хорошем разрешении, мы как раз и восхитимся вот этим исполнительским мастерством. Как написано, кора деревьев, деревья дальнего плана, поглощенные дымкой дождя. Вот этот влажный воздух, который окутывает все предметы, и они переданы действительно так, как будто являются влажными и мокрыми. Оп! И вот я начал уже говорить о том, что мы верим художнику. Верим, что это действительно дождь. Верим, что мы находимся во влажной среде погоды. То есть техника владения краской и кистью позволяет так передавать объекты видимого мира, что мы не только начинаем ощущать природу происходящего на этом полотне, но и даже угадываем о более чувствительной натуре и, может быть, еще глубже проникает в настроение картины. То есть согласитесь, что в картине Шишкина «Дождь в дубовом лесу» есть настроение, как и в других картинах, но в этой оно, может быть, угадывается наилучшим образом. Просто весь лес дышит вот этим влажным воздухом. Если там 3-5 минут посмотреть на эту картину, есть полное ощущение среды дождя. Так вот, мог бы художник написать такое произведение, если бы он, размешивая на палитре краску, вдруг сказал себе «Ой, надо охры больше добавить». Нет, этот цвет точно не пойдет. Лучше я счищу его мастихином с поверхности полотна и положу там другие цвета. Нет, кора деревьев пишется не так. Я все затру, сниму сейчас тканью и растворителем и напишу повторно. Может быть, в какой-то момент у меня получится лучше. Вы понимаете, сейчас я говорю о моментах, которые отвлекают человека от полета его души. В тот момент, когда вы задумываетесь над тем, что вы делаете, именно в техническом плане, вы отвлекаетесь от состояния, которое хотите передать на полотне. процесс нарушается. Вот для этого художник повышает свое мастерство, чтобы его состояние, его мысль и руки стали одним целым, минуя вот этот рациональный момент размешивания краски, прокладывания ее по поверхности холста. Чем прекрасны работы Шишкина? Тем, что он замешивает краску на палитре, кладет мазок точного размера в нужном месте и больше его не исправляет. Даже в картине есть такие моменты, что где-то виден холст, и этот холст играет своим цветом и тоже является составляющей, частью картины. То есть даже эти мелкие моменты работают в плюс художнику. И его работа является полетом мастерства. Действительно, в этот момент он не думает о том, какую краску он берет, какую размешивает. Ну, может быть, только каким-то подсознательным уровнем. Но в рациональный ум это не включено, потому что все это отвлекает от главной, основной задачи передать дух, настроение в картине. Поэтому наше совершенствование складывается не в том, чтобы в следующий раз лучше нарисовать закат. Вот в этот раз я мало желтенького добавил, а в следующий раз я добавлю побольше желтенького, и наш закат загорится и станет лучше. Нет. Мастерство заключается в том, чтобы, когда вы пишете закат, вы с каждым разом лучше передавали состояние природы, дыхание леса, свое внутреннее настроение. Вы, например, находитесь в каком-то внутреннем смятении из-за жизненных обстоятельств, и в это время пишете морскую картину. И вот этот момент передачи настроения в природе соприкасается с вашим личным настроением и выливается на холст в виде картины. И от этого она только выигрывает. Кстати, по биографиям художников можно заметить, что наилучшие произведения рождались, может быть, не в очень благоприятные жизненные моменты мастеров. Нет, я, кстати, вас не призываю к искусственному страданию и вытаскиванию из себя каких-то негативных моментов только ради того, чтобы картина получилась хорошо. попробуйте на очень высокой позитивной ноте создавать картины. Не обязательно погружаться в пучину плохого настроения для повышения своего мастерства. Стоим мы перед картиной господина Куинджи «Ночь над Днепром» и видим, как написано вот это лунное отражение в воде. Есть впечатление, что художник на одном конце картины поставил кисть и провел ее по текстуре холста. И за счет того, что кисть оставила красочный след на полотне, получился вот этот световой блик на воде. И он написан очень точно. Не хочется туда ничего добавлять, исправлять. И видно, что это сделано как-то в один прием. И мы, начинающие мастера, понимаем, что в этот момент художник должен был понимать, сколько у него на кончике кисти краски, какой она влажности, сколько в нее добавлено масла или растворителя. какой марзи, какой уровень нажатия нужно сделать, чтобы оставить именно такой след, чтобы он не был ярче или наоборот чуть более слабый. Но самое интересное, что мастер над всем этим не задумывался. Он размешал на палитре краску и сделал это движение. И вот поэтому эти картины висят в музеях. Потому что они являются уже не просто объектами, которые демонстрируют некую технику художника, его мастерство. Они демонстрируют нам как раз полет этого мастерства, а самое главное, что в каждой работе передано настроение. И мы угадываем его и чувствуем как раз вот за счет того, что даже с помощью психомоторики, которую художник удерживал в этот момент в своей душе, складывался ритм его движений, движений его мастихина или кисти. И все это как слепок запечатлено в художественном произведении. И передается из поколения в поколение и радует зрителя в музеях. Может быть, как раз и в этом заключается ключ к тому, чтобы уметь читать эти произведения, уметь ими насладиться, понять, насколько высоко мастерство этих художников и как далеко мы находимся по своему мастерству от их умения воплощать свои задумки. Что же нам делать тем, кто только начинает учиться? Ну, может быть, не расстраиваться, а понимать свое место в творчестве, понимать, что, возможно, мы не пишем каких-то гениальных произведений, но все-таки занимаемся украшательством жизни, украшаем интерьеры, создаем работы, которые тоже радуют глаз зрителя. Проходит это не на каком-то высоком, может быть, интеллектуально-душевном уровне, но все же способно и заинтересовать зрителя, и его обрадовать. Поэтому, находясь на любом творческом уровне, можно занять свое место и все равно продолжать совершенствовать свое мастерство. И, может быть, в каких-то этапах, когда ваша рука уже привыкает к каким-то действиям понятным, вы как раз и будете испытывать вот это вдохновение, когда то, что вы задумали, во многом получается на поверхности, с которой вы взаимодействуете. Так рождается произведение искусства, пусть, еще раз повторю, на вашем уровне, на моем уровне, но все-таки мы с вами стремимся к пониманию красоты и к взаимодействию с ней на уровне красок и кистей. Я прошу прощения у тех, кто считал, что его гениальность находится вот здесь, рядом, за поворотом. Наверное, это мое размышление несколько отодвинуло границы вашего мастерства на далекие горизонты. Но еще раз призываю вас не расстраиваться, а находить свое место в творческой среде, может быть, брать какой-то интересной техникой, своеобразным исполнительским мастерством, что тоже во многом радует зрителя. Друзья, я желаю вам всего самого доброго. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях о том, что вы услышали, в какой части из предложенного размышления вы согласны, в какой нет. может быть, вы хотите каким-то образом дополнить из своего личного опыта все, что услышали. Это будет являться хорошим подспорьем для тех, кто читает комментарии и желает более полно получить мнение о каком-то явлении. Так что добро пожаловать. Я же говорю вам до свидания, до следующего видео всего самого наилучшего. Здравствуйте, друзья! Недавно прочел статью, где психолог рекомендовал такой момент. Если что-то не получается, ситуацию лучше отпустить и тогда спадает лишнее напряжение и есть большая вероятность, что она может разрешиться. Это не касается ситуации, когда требуется прямое участие человека, может быть, порядок в квартире сам по себе не наводится. Здесь можно сколько угодно медитировать, но лучше встать с дивана и что-то сделать. Речь идет о ситуациях, которые ментально мы некоторым образом зажимаем и поэтому она каким-то образом не может решиться и здесь как раз и требуется вот это расслабление. Ну, в комментариях встретился такой ответ, что как можно расслабляться, если с детства нас приучают к притче, где две лягушки попали в банку, одна решила не бороться и утонула, а другая бултыхала лапками и взбила сливки, потом сметану и ей удалось выбраться из банки. Ну, не буду пересказывать о том, какой ответ прозвучал непосредственно в этом комментарии, могу лишь сказать, что наблюдая за своими учениками, я вижу, что подход иногда может быть совершенно разным, вот в каком вопросе. Некоторые из учеников очень скурпулезно подходят к выполнению живописных упражнений, им обязательно нужно, чтобы их картина соответствовала фотографии, они тщательно относятся к рисунку и пытаются фотографично переносить изображение на поверхность холста, и таким ученикам, кстати, они очень часто сами от этого страдают и приносят это преподавателям не как свою удачу, а как некую проблему, с которой хочется справиться, не хочу писать именно так скрупулезно. Так вот, таким ученикам есть желание всегда давать упражнения на раскрепощение, они есть, и после прохождения таких упражнений наступает как раз освобождение руки, и живопись идет гораздо легче. Но есть при этом ученики, которые очень свободно чувствуют свою руку, при этом рисунок, который они выполняют, всегда уплывают, и получается некая полуабстракция, может быть, конечно, в каких-то случаях это хорошо, но как раз ученик и приходит к преподавателю с этой проблемой. Пишу свободно, а вот с рисунком и композицией у меня полный завал. И как вы думаете, какое упражнение дается этим ученикам? Да, их стоит успокоить и дать что-то на терпение, на более скрупулезное выполнение заданий. И как раз вот эта небольшая дисциплина, которая привносится в занятия к этому ученику, дает интересный, положительный, живописный результат. О чем я говорю? Что вы тоже должны хорошо понимать свой темперамент для того, чтобы успешно продвигаться в своих живописных упражнениях. не всегда то, что дает преподаватель в видео уроках или студии полностью соответствует вашему темпераменту. И здесь лучше подобрать или соответствующие видео уроки, или перейти к тому преподавателю, который больше соответствует вашему темпераменту. Только важно не сделать одну очень глупую ошибку. Преподаватель дает задание, вы не справились. Преподаватель дает еще одно задание, и вы вновь не справились. Преподаватель мне не подходит, вы решаете таким образом. Но может быть вы недостаточно старательно выполняли задание? Вот здесь важно быть откровенным самим собой. Действительно ли мастер, к которому вы обратились полностью не соответствует вашу темпераменту? или просто вы недостаточно хорошо подходите к выполнению задач, которые перед вами ставят? Безусловно опытный преподаватель должен ставить посильные задачи, но возможно сейчас он чувствует, что настала та точка, тот момент очень важного открытия и перехода вашего на новый уровень. и как раз в этот момент задача может быть несколько усложнена для того, чтобы вы предприняли вот это усилие, забрались на эту ступень и уже дальше следовали на новом уровне более интересным творческим задачам. Друзья, если говорить о арт-школе совет мастеров, то есть у меня некоторая печаль по этому поводу и связана она с тем, что многие ученики действительно сделали очень такие большие шаги в своем творческом развитии, но быстро остановились и остаются можно сказать теперь уже долгие годы на одном и том же уровне, на одном и том же месте. Есть, конечно, единицы, которые, можно сказать, не останавливаются в своем творческом развитии и летят дальше в облака творчества. Ну, в хорошем смысле слова. Я не имею в виду, там, улетают от реальности, а именно их картины становятся интересными, художественными, и я понимаю, что они достойны хороших выставочных залов и хороших продаж. Как ни печально это сказать, но в основной массе человек очень рьяно, живо, с большим огнем и интересом окунается в творчество, то есть начинает проходить первые уроки живописи в артшколе, там, по свето-воздушной перспективе, мазковая техника живописи, и вроде бы как ему кажется, что после этих уроков он уже всему научился, и дальше идет такое ровное плато, на котором художник, начинающий, так и продолжает существовать. Это видно и по платным курсам, которые предлагает моя школа. Уроки для начинающих художников покупаются очень хорошо, а если курс чуть более сложный, то он покупается гораздо хуже, то есть возможно исключение только у курса импрессионизм, не солнечный импрессионизм, который для начинающих художников, а именно импрессионизм. Курс сложный, но популярностью можно сказать пользуется, конечно, все равно проигрывает курсам, которые совсем простые. Когда я планировал свою школу и создание курсов, я думал, что будет существовать курс простой, а дальше все последующие будут идти понарастающей. Человек, зацепивший своим взором и умением курс начинающего художника начнет свое дальнейшее развитие. Этого не происходит, я констатирую факт, делаю для себя вывод, что, скорее всего, моя миссия это, может быть, каким-то образом зажечь начинающего художника, обронить вот эту самую искру, а дальше, как говорится, кому будет написано на роду или насколько проснется дальнейшее желание развития. Хотя, с моей стороны, наверное, наивно ожидать того, что все будут ровным строем идти там по этапам развития. Столкнулся я с этим еще на заре своей карьеры, когда после института вел детскую студию, а потом очень талантливых детей видел занимающимися в городе совсем другими профессиями, никак не связанными с творчеством. Я думаю, как такая талантливая девушка может работать продавцом? Ей нужно было развивать свой талант, ну и спокойно работать хотя бы там декоратором интерьера. На таком простом уровне. подобрать может быть консультантом в магазине, который рекомендует обои. И то, мне кажется, она бы миру приносила больше пользы, потому что компетентно могла со вкусом людям рекомендовать какие-то художественные моменты для интерьера. Ну а соответственно там очень легко и дальше развиваться в этом направлении. но человек как-то не верит в свой талант, не понимает зерна своего таланта. Я, когда мне присылают на консультирование своей работы, порой из 25 работ всего две те, на которые стоит обратить внимание и идти именно в этом направлении. потому что начинающий художник же рисует все. В одном портфолио встречаются и животные, и какие-то драпировки, и натюрморты, и пейзажи морские, и пейзажи средней полосы России. Но практически в каждом портфолио есть рациональное зерно, тот момент, который можно развивать дальше. И ответ на вопрос, почему человек не идет дальше в своем развитии. Скорее всего, здесь такое глубокое неверие может быть в самого себя, потому что дальше после любительства начинается уже профессия, то есть больших размеров требуют работы от себя, их нужно понимать дальнейшую судьбу этих работ, будут ли они проданы или будут размещены в каких-то галереях. Соответственно, это дополнительные затраты не художника-любителя, но при этом даже имея вот это желание личного высказывания на языке живописи, мне кажется, что начинающий часто себя тормозит и говорит, летать нет, вот поеду на дачу, развожу акварель и буду в альбоме рисовать то, что вижу с веранды. Я не осуждаю этот выбор, просто сам люблю свою профессию, мне кажется, что любой прикоснувшийся к творчеству должен загораться и нести это пламя через всю жизнь и постоянно очень ярко светить, освещать там все вокруг своим мастерством и расти и обмениваться с преподавателем своими успехами. Вот так я мыслю о своей профессии. Еще раз повторю, что мне всегда жалко вот эти пропавшие таланты. Понимаю, что у меня слишком высокие требования к участникам процесса арт-школы. Помните, как в царской России офицеров учили и бальным танцам, и музыке, и живописи, развивали личность всесторонне, но при этом не все становились поэтами и живописцами, а единицы. Поэтому даже легкое прикосновение к творчеству может все равно нести свой положительный момент для общего развития человека. Если у вас есть ответ на вопрос почему вы не идете по творческой карьере, не просто художник-любитель, а именно как творец со своим языком творческим, хотите ли вы туда идти в эту сторону, или есть большие сомнения в возможности, в успехе, каково ваше мнение по этому вопросу. Друзья, ну сегодня на экране происходит написание картины акриловыми красками на формате 30 на 40 сантиметров, расположение вертикальное, арголит загрунтован темной составляющей для начала, а потом уже я начал разработку цвета. Какой главный секрет у этой работы? В этой картине применяется небольшое количество влаги, и когда мы работаем со светлыми оттенками, вот это небольшое количество влаги дает возможность оттенкам цвета не темнеть и звучать очень ярко и насыщенно. Еще сочетание светлых теплых оттенков и холодных темных дает в этой картине большой контраст. Композиция работы очень простая, но при этом цветовая палитра, ну можно сказать ограниченная, простая, но все-таки даже вот этой ограниченной палитрой нужно суметь сделать вот эти плавные переходы одного цвета в другой, как вот в небе, при этом как бы не дать грязно смешаться вот этому холодному сине-зеленому оттенку и теплому желто-оранжевому. Как это было сделано, вы посмотрели и прошу вас досмотреть дальше этот урок до конца. Я же с вами сегодня прощаюсь, до свидания, до следующего урока. до ul Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте, друзья! Благодарю вас за комментарии, которые вы оставляете под моими видео. И есть там не только слова благодарности, но и вопросы. А в частности, Алексей Шишкин рекомендует снять видео о том, как построить начинающему художнику свое обучение. Давайте я расскажу вам свое видение того, как лучше начать заниматься живописью или продолжать, если вы уже начали. Но первое, о чем я хочу сказать, и может быть для многих это будет неожиданным, что не нужно сразу обращаться к преподавателю и идти заниматься в какую-либо студию. Почему? Потому что первоначальным вашим желанием начать заниматься рисованием идет интерес. И этот интерес нужно удовлетворить. И вряд ли он связан с тем, чтобы поставить перед собой крынки, яблоки, драпировку и начать это срисовывать. Нет, первоначальный интерес возникает совсем из других источников. Например, в детстве я рисовал героев мультфильмов, потом какие-то сцены из кинофильмов пытался запечатлеть на листе бумаги. И рисовал автомобили и танки. То есть это были объекты, которые проявлял мой интерес. И как было бы ужасно, если бы кто-то сказал, а ты хочешь рисовать, поставил передо мной какой-то натюрморт и заставил бы часами перерисовывать эти предметы. Причем все время утверждая, что если я это не смогу, значит я не настоящий художник, а все, что я делаю, это просто развлечение и никому это не нужно. Во взрослой жизни у нас больше страхов о том, что нас обвиняют в занятии непонятно чем. Но все-таки, если вам нравится рисовать цветы, то вы берете и начинаете по фотографиям с натуры пытаться срисовывать какие-то натюрморты именно цветочные. И если вы хотите научиться рисовать пейзажи, то тоже пытайтесь это сделать самостоятельно. Безусловно, что сейчас очень много информации и только опираться на свои внутренние представления и пытаться все выжать из своего сознания, не имея никакого опыта, действительно будет несколько бессмысленно. И здесь мы обращаемся или к видео урокам, или есть уроки, которые запакованы в PDF файлы в виде текста и фотографий. Да, там тоже можно прочитать последовательность процесса, есть фотографии, где видно, как меняется изображение от этапа к этапу и основываясь на этом материале пытаться создать что-то свое. Но обязательно в свою практику нужно вносить не только уроки, которые вы видите в интернете, в видеоформате, в PDF файлах, но и самостоятельно нужно пытаться создать пейзажи. А вот теперь, когда вы попытались что-то сделать самостоятельно и у вас, возможно, не получилось, есть смысл обратиться к источникам более серьезных знаний. Может быть, к какому-то художнику, который проведет с вами хотя бы несколько сеансов. Но к нему нужно прийти чуть-чуть подготовленным. И это не для того, чтобы он не рассмеялся вам в ответ на все ваши попытки размешивать краску, а для того, чтобы вы уже смогли выставить ему конкретную задачу. Я хочу научиться рисовать пейзажи с натуры. И тогда он даст вам именно эти знания, а опять же не усадит в студию рисовать утюги ржавые и старые керосиновые лампы. Почему я так усиленно вас отговариваю от этого? Потому что если нет еще полностью разгоревшегося внутреннего огня, который уже знает и понимает, в каком направлении вы двигаетесь и что хотите от рисования и от живописи, то вот это сидение в студии может просто отбить ваше желание заниматься творчеством. На каком-то этапе вы заскучаете, скажет, ой, что-то живопись, это, наверное, не мое. И уйдете, и вновь забросите кисти и краски, и не будете заниматься этим вообще. Или другой вариант. Я как-то встретил портфолио, где порядка 15 или 20 работ были посвящены одному или тому же натюрморту, который был написан с разного ракурса. То есть вполне крепкая, хорошая живопись. Человек ходил в студию, ему доставалось разное место, то есть разный ракурс, направленный взгляд на натюрморт. И он усидчиво, очень строго, дисциплинированно выполнял эту работу. Скорее всего, подходил преподаватель, делал какие-то замечания, они тут же исправлялись. Но, понимаете, 15-20 натюрмортов и ни одной своей работы. Ну и кому это нужно? Вы разве за этим пришли в творчество, в живопись? Занимаясь самостоятельно, вы начинаете сами себе задавать вопросы. Так, а какого цвета должна быть тень? А какой силы должна быть тень? Ее показывать очень темной? Или я вот видел работы, где тень совершенно светлая, а какая она должна быть у меня? Как я хочу выразить эту картину? И уже на эту почву, когда огромное количество вопросов у вас возникает, очень хорошо ложится знание. Представляете, если бы вы до занятий живописью открыли учебники, стали слушать какие-то лекции по живописи. Ну, по истории живописи это полезно, а вот именно по практике живописи. И пытались это все воспринять, может быть, какие-то отдельные фрагменты выучить. И потом ставили перед собой холст и пытались создать картину. Мне кажется, вот это знание очень сильно бы давило на вас. Как? Так, небо пишется, я где-то читал в книге, нужно выдавить вот такие краски. Так, а много ли ее выдавливать? Ну, давайте вот столько. И начинается такой мучительный процесс перекладывания знаний на живописный материал. А вот когда уже вы погрузились в практику, все возникающие вопросы закрывать получением специальных знаний, и, кстати, очень легко найти ответ, когда вопрос уже у вас сформирован, вы постепенно и уже гораздо быстрее продвигаетесь по пути. Единственное, чтобы я мог рекомендовать читать, независимо от практики, это цветоведение. Потому что некоторые моменты в этой науке нужно знать еще до того, как вы начали размешивать краски. Это знание не помешает, а будет, мне кажется, здорово накладываться на вашу практику. Вот здесь лошадь мы ставим впереди телеги, а не наоборот. И как раз с вот этими вопросами уже можно идти в студию, но записываться туда не на полгода, а буквально на серию занятий. Посмотреть, подходит ли вам преподаватель, подходит ли группа. Кстати, общение в группе тоже очень зажигает творческий процесс. Все время вариться в собственном соку довольно сложно, и желательно поддерживать общение с двумя-тремя единомышленниками. И когда вы уже будете рисовать все ту же вазу, стоящую на столе, рядом какие-то лежащие овощи, теперь вы будете четко понимать, зачем вы это делаете. Вы изучаете форму, объем, текстуру предмета, и занятия не становятся скучными, потому что вы понимаете, что вот эта практика классическая, которую вы сейчас проходите, уже ляжет в основу ваших собственных работ, улучшит их. Вы лучше понимаете светотень, цвет тени, объем предмета, как я уже сказал, текстуру, то есть стекло пишется по-другому, чем ткань или какой-то овощ, лежащий на столе. Поэтому, да, рефлексы все, тень по-разному отбрасывает. Теперь вы полностью понимаете значение этого процесса, в котором участвуете. Если уже вы все-таки не будете заниматься в студии, просто есть небольшие города, в которых вообще может не быть такой организацией, которая дает возможность заниматься начинающим художником, вам нужно будет изучать уроки самостоятельно, по видео или по каким-то книгам. Ну, конечно, современный видеоформат дает лучшее представление о том, как все делается. Здесь тоже нужно выбрать подходящего для вас преподавателя, и лучше найти у него какие-то курсы, потому что разрозненные YouTube-уроки дают, естественно, разрозненное знание. А если есть некий курс, хотя бы состоящий, трех-четырех уроков, это уже какой-то блок, который можно, как багаж, отгрузить в свою копилку. И заниматься вот такими сериями уроков гораздо правильнее, чем единичными, точечными уроками, которые, может быть, открывают какую-то тему, но не до конца. Тогда вам придется смотреть очень много уроков и потом в голове составлять общую картину знаний, вычленять то, что необходимо именно вам, отбрасывая все лишнее. Сколько времени нужно заниматься, чтобы добиться успехов? Конечно, если вы молодой человек, еще не обремененный большими хозяйскими жизненными вопросами, семейными вопросами, то ваши занятия могут быть довольно частыми, и это как раз то время, когда необходимо больше посвящать свое время любимому делу. Потом этого самого времени становится все меньше. Поэтому взрослый человек здесь сам должен выстраивать график своих занятий, учитывая, конечно, что если вы занимаетесь раз в неделю, то это ваше хобби, но результат будет даваться очень медленно и очень долго. Два-три раза, хотя бы, это уже кое-что. Вы от занятия к занятию сможете не забывать то, что делали раньше, тот блок знаний, который получали чуть раньше. Иначе, действительно, и вы сами забываете, и мозг забывает практику, которую проходили на прошлом занятии, и очень трудно каждый раз возвращаться после долгого перерыва. Берите работы или на сеанс, ну, то есть, например, акварельная работа, которую нужно выполнить за полтора часа. Лучше заниматься полтора-два часа. Менее получаса мозг не успевает включиться в работу, расслабиться, понять материал, которым вы работаете. Нужно больше получаса заниматься своим любимым делом. Коротко остановлюсь о книгах по живописи. Читать их без практики не имеет смысла. Есть такая книга «Как кататься на роликовых коньках». Я думаю, если вы ее даже выучите наизусть, это никак не приблизит вас к катанию на роликовых коньках. То есть, книга без практики не имеет смысла и значения. Поэтому у меня лично чтение книг по живописи было в плане удовольствия. Когда ты после своих практических занятий берешь какую-то книгу и находишь там созвучные моменты, то здесь возникает даже какая-то такая внутренняя улыбка о том, что ты понимаешь, о чем говорится в этой книге. Интересно было читать биографии художникова. Я сначала изучал импрессионизм практически, то есть пытался повторить работы Клода Мане, а потом познакомился с его биографией. Потом прочел биографию Ренуара, Пабло Пикассо. И книги эти содержат не только биографические моменты, но и какие-то размышления художников о творчестве, их высказывания на протяжении жизни. И тоже здесь, если возникает созвучный момент, тот факт, что ты об этом тоже думал, получается такое творческое единение и с художником, и с автором книги. Вот при таком подходе чтение приносило мне и пользу, и удовольствие. Сейчас скажу, вероятно, банальную вещь, но необходимо упомянуть в своем монологе этот факт, потому что многие все-таки наступают на эти грабли и делают ошибку. Чтобы то, что вы делаете, у вас получалось, необходимо брать посильную задачу. Нередко я вижу, как пытаются начинающие художники копировать произведения классиков. Естественно, ничего не получается. А если копиист думает, что у него получилось, так это еще хуже. Он не видит своих ошибок, а это всегда пагубно влияет на развитие. Потому что, чтобы развиваться, это к тому, что работа не всегда нравится на 100%, и это хорошо, потому что вы должны развиваться. Представляете, каждая работа, которую вы заканчиваете, вам всегда нравится. Это тоже ошибка. И когда человеку иногда такому указываешь на ошибки, он даже удивляется. Да, не получилось. Ну, это особый случай. При этом не нужно утопать в самоедстве, в самокритике, а отметить. Вот на сегодняшнем занятии я понял, как писать тень, что она не черная, а цветная. И это дает очень интересный живописный эффект. Сегодня я понял, как писать небо. Ну, то есть, какие-то, даже если работа не до конца получилась, какие-то удачные моменты нужно вычленять из общего занятия, понимать, что это получилось. Это тоже успешно влияет на общее продвижение вашей творческой карьеры. Друзья, я хочу вам еще раз выразить благодарность за комментарии, которые вы оставляете под видео. Видите, как один вопрос дал возможность мне расширенно ответить и создать для вас, я надеюсь, полезное видео. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Возможно, мы в скором времени сделаем отдельное видео, где я смогу ответить на ваши вопросы. У меня там в отдельной папке уже некоторые скопились. Поэтому, когда критическая масса соберется, мне нужно будет сделать именно такой видеоответ на ваши вопросы. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И в описании к этому видео я оставил ссылки на бесплатные и платные курсы арт-школы. Вот та самая возможность последовательно пройти серию уроков и получить для себя определенное знание. До свидания. Всего вам самого доброго. Удачи в творчестве. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Под одним из последних видео мне написали хороший комментарий о том, что голос мой нравится. Такого я не ожидал. Но что ж, возможно, это просто комплимент. Все равно спасибо. И для тех, кому нравится мой голос и мои размышления по поводу живописи, прошу смотреть это видео тем же, кому более важен процесс. Звук могут отключить и просто смотреть за тем, что происходит на экране. Возможно, включив себе хорошую музыку. А я хочу сказать о том, какие вопросы появились в последнее время у меня и у наших зрителей, которые смотрят каналы и пишут мне личные сообщения ВКонтакте и других социальных сетях. Вот один из вопросов. Стоит ли писать по фантазии или лучше использовать фотографии? Конечно, когда вы учитесь в художественной школе и в вузе художественном, там не обходится дело без пленера. И во всяком случае, все летние задания обращены к тому, чтобы вы все больше и больше писали с натуры. Это самое лучшее развитие для художника, потому что вы видите 3D-объект во всей его красе, наблюдаете за цветом и стараетесь переносить это себе на холст. Еще я могу сказать, что когда пишешь с натуры, можно подметить такие интересные моменты, происходящие в самой природе, которые очень трудно, например, придумать. Я уже как-то приводил пример, что как-то видел в художественном салоне картину нашего местного художника, где был такой поворот реки, стояла лодка, и у этой лодки был такой яркий блик луча заходящего солнца. И вот сто процентов, что эта картина была написана с натуры, потому что вот этот блик, он очень четко по-природному вписывался в эту картину, и как бы на нем, можно было сказать, построена вся удача этой картины. Вот он нашел это вот отражение, этого луча в воде рядом с лодкой, и завязалась вся композиция этой картины. Как я говорю, вся удача этой картины, потому что действительно смотришь и сразу веришь этой картине. Она по-настоящему получается живая. Конечно, у начинающего художника, когда он делает много ошибок по цвету, так может не получаться, но практика все равно выводит руку в нужном направлении. А если есть еще хороший наставник, то прогресс довольно-таки быстрый. Писать картины по фантазии можно, имея уже вот как раз вот этот практический опыт живописца. Вспомните, как рисуют дети в детском саду. Вот дерево, вот машина, вот дом с треугольной крышей. Что рисуют дети? Они рисуют символы, как бы объекты, похожие на объекты натуральной природы. Они так воспринимают эти объекты символами, так их и рисуют. Часто ствол дерева получается очень толстый и маленькие ветки, торчащие в разные стороны. На самом деле восприятие ребенка, восприятие ребенка, это правильное решение. Ведь ствол большой, а ветки маленькие. И вот он рисует толстый пирамидальный ствол и в разные стороны ветки торчат. Так вот, ребенок рисует символами. Взрослый человек, который плохо еще рисует, который только начал свои живописные практики, тоже рисует символами. Конечно, они не настолько примитивны. Взрослый уже как-то старается облагородить свои попытки. Но все равно получается его представление о предмете. Иногда у некоторых мастеров, и это отдельный разговор, так получается, что вот это личное восприятие, такая переработка натуры на символы дает очень интересный результат в виде какого-то своеобразного почерка художника или своеобразной подачи живописной. Ну, например, если вспомнить Марка Шагала, наверное, это тоже некие символы, которые основаны на реальной жизни. Хотя в реалистичной живописи все предметы должны и объекты выглядеть иначе. Так что вот из этого символизма может сложиться личный почерк. Но это происходит у единиц, наверное, наделенных особым талантом. Остальные все-таки должны отталкиваться от натуры, потому что их личные попытки обычно выглядят примитивно. Как раз вот эти рисунки похожи слегка на детские картины. Как понять, стоит ли рисовать по фантазии, то есть получаются у вас личные шедевры, или все-таки лучше обратиться к натуре или к фотореференцам. Вы откровенно сами себе скажите, мне нравятся работы, которые выходят из-под моей руки. Если работы нравятся, то стоит продолжать, потому что человек, увлекающийся рисованием, прежде всего опирается на какое-то личное восприятие действительности. И он может положить перед собой лист бумаги, взять шариковую ручку и начать воспроизводить какие-то свои мысли, свои эмоции, опираясь на натуру или опираясь только на свою фантазию. И то, что выходит из-под его рук, может иметь интерес у зрителя, а может быть полностью проигнорировано. Кстати, про интерес зрителя мы с вами поговорим отдельно. Разместите свои рисунки в социальных сетях. Кто ими заинтересуется. Возможно, кто-то попросит ваш рисунок для оформления какой-то статьи в интернете, или как-то проявит свой интерес к вашему творчеству, или просто прокомментирует, и вам станет понятно, что то, что вы делаете, необходимо людям, необходимо зрителям. Но если вы, конечно, делаете это для людей, а не только для себя. Если говорить обо мне, то о своей педагогической практике, хотя я закончил педагогический вуз, художественно-графический факультет, имея диплом преподавателя живописи и графика, но о своих педагогических способностях я узнал благодаря комментариям, которые вы оставляете под видео. Однажды я выложил свой урок живописи на канал, это было очень давно, но и благодаря вопросам, которые были под этим видео, я снял другой ролик, потом еще один, и постоянные вопросы, и, конечно же, положительные рецензии на то, что я делаю ваши отчасти похвалы, отчасти желания продвигаться дальше, и меня продвигали на то, чтобы я снимал новые ролики. Я же раньше о том, что я как-то последовательно и хорошо могу объяснить процесс живописи, не знал, но благодаря вашей поддержке это стало для меня понятным и возможным для продолжения. Поэтому сейчас мы имеем уникальную возможность поделиться своим творчеством через интернет, соответственно, получить обратную связь и определить, в правильном ли направлении мы двигаемся. Здесь не нужно путать процесс получения рецензии с процессом продажи своих работ. Я вам как-нибудь расскажу о том, что количество похвалы в комментариях и количество лайков не равно успешному продаже картины в интернете. Это отдельный разговор. Несколько слов как раз о интересе зрителей к вашим работам. Удивительное происходит в нашей жизни. Я видел огромные портфолио на сайтах по продаже картин с очень интересными работами, которые почему-то не продаются. Так получается, что картины, которые создает художник, не входят в резонанс со зрителем. Я не знаю, насколько много эти картины получают комментарии в социальных сетях, как зрители вообще реагируют на эти картины. Но если смотреть на продажи, то в огромном портфолио куплены единичные работы. Но есть такие альбомы, которые, например, мне не очень нравятся, но они имеют очень большое количество продаж. Я могу судить о том, что это творчество, этот вид живописи каким-то образом резонирует со зрителями. Конечно, среди вас найдутся те, кто будет говорить о теории заговора. То есть в портфолио можно поставить работы, проданные, ну, как фиктивно. Но поверьте, что заниматься этим вопросом в огромном количестве работ своих, ну, вот, во всяком случае, мне бы было лень. И я говорю вам свой вывод, основываясь не на многих просмотренных альбомах, ни на одном и ни на двух. Сейчас я зарегистрирован на сайте Artfinder, сам имею несколько успешных продаж. И, конечно, стараюсь анализировать площадку, смотреть, что продают там художники. И вот вам вот этот вывод, который уже давно у меня назревал и который еще раз подтвердил, нашел подтверждение на этой площадке. Ваши картины каким-то образом должны вступить в резонанс интереса зрителей. Иначе все время придется работать в стол. Поэтому каждый художник должен обладать некой гибкостью. Вы, конечно, скажете, не хочу обладать гибкостью, я хочу, чтобы меня воспринимали таким, какой я есть. Мои картины исходят из моей личности. Я передаю свои эмоции, свое настроение. Это самое ценное. И поэтому ни под кого подстраиваться не буду. Позиция достойная уважения. Но я хочу вам задать вопрос. Вы создаете картины. Их мало покупают. Действительно ли то, что вы делаете, является полноценным в вашем отражении? А может быть, все-таки что-то другое? Выше я сказал о том, что никогда не подозревал о том, что могу хорошо говорить в микрофон. Мой голос кому-то будет нравиться. И я никогда не знал о том, что могу объяснять урок, и он будет понятен другому человеку. То есть эти те качества, которые раскрывались постепенно, которые нужно было увидеть спустя какое-то время. И я их увидел и стараюсь поддерживать. Ну, в той или иной степени. Поэтому картины, которые вы создаете, действительно ли отражают вашу личность, вашу эмоцию? Может быть, вы имеете другую часть себя, более интересную, которая как раз и срезонирует с большим количеством зрителей. И именно этот вид живописи, который зацеплен на вашу психомоторику, будет настоящим отражением вашей личности. Подумайте над этим, пожалуйста. Опять же, личный пример. Вы видели в моем портфолио работы на городскую тему, городской пейзаж. Практически все они выполнены с большим применением черного цвета. Есть участки картины, которые просто утоплены в темный цвет, в черную краску. И там уже в этой теневой составляющей мигают какие-то огни витрин и машин. Могу сказать, что такому в вузах не учат и в художественных школах. Вообще, применение черного цвета, можно сказать, запрещено. Я часто, давая вам уроки классической живописи, говорю, что черный цвет нейтрален, он не имеет цвета, и его использование нежелательно в живописи. И действительно, если касаться классической живописи, применение черного не поддерживается. Но вот я нашел технику, которая вдруг срезонировала со зрителем, и могу сказать, что эти работы лучше всего продаются в моей общей составляющей всего портфолио. Я сам себе задаю вопрос, ну как же так? Неужели я лишен цвета? То есть я создаю картины, которые пользуются успехом, но мне, как художнику, иногда хочется расширить свою цветовую палитру. Это, знаете, как наши актеры-комики, сыгравшие однажды успешную роль какого-то веселого человека, потом всю жизнь мечтают играть трагические роли. И некоторым это удается, некоторым так и не получается. Во всяком случае, в своих драматических ролях они выглядят несколько смешными. Также, возможно, вот этому комику стоило в лучшей степени использовать свой дар. Ну, например, как Пьер Ришар, хотя он и снимался в некоторых серьезных фильмах, но во всяком случае сам относился, наверное, к этому больше как к эксперименту. При этом здорово использовал свой комедийный дар. Так вот, и сейчас я размышляю над своими картинами. Оставаться мне вот в этой суженной цветовой гамме, которая нравится зрителю, или все-таки пытаться создавать в похожей технике работы, которые тоже будут интересны зрителю. То есть я стараюсь и отражать себя, вдруг найти свою какую-то часть, то есть я никогда не думал, что буду писать работы с использованием черного цвета. Вот, найти вот эту часть себя, и уже когда мы нашли какую-то составляющую, тоже вокруг нее попытаться открыть какие-то новые возможности. Ну, вот вам, кстати, такой небольшой секрет о том, как художник ищет себя. То есть можно пробовать разные техники, конечно, все время задавая себе вопрос. Мне это нравится? Мне это подходит? Как это ложится на мою руку? У меня даже были такие моменты, когда я выполнял работу, которая мне не очень нравится. Ну, например, приходит заказ с хорошей финансовой составляющей, я понимаю, что там для моей семьи это полезно, но работу не на 100% хочется выполнять. Я все равно ее делаю на профессионализме, но потом в процессе работы все равно понимаю, что та практика, которую я получаю в данный момент, уже сейчас багажом ложится к моему творческому портфелю. И то, что я получаю, будет обязательно отражаться уже в моей технике, в моих работах. Поэтому все уроки, которые вы проходите у меня, у других художников, если вы еще считаете себя начинающим мастером, обязательно для вас полезны. Чем больше ваш мозг будет получать информации, пробовать разных техник, тем быстрее вы будете вычленять из этой массы свой личный почерк, свой личный стиль. Здравствуйте, друзья! Давайте поговорим о том, как художнику выбрать свое направление в творчестве. Почему возникает этот вопрос? Мне иногда присылают свои работы начинающие художники. Когда я смотрю на портфолио, я вижу огромное количество работ, выполненных в разных техниках и содержащих в себе разные темы. Это и кошки, попугаи, цветы, которые сменяются пейзажем, потом уличным пейзажем. И некая каша возникает и у меня в голове, и, скорее всего, в конце концов, у того, кто создает большое количество таких работ, которые имеют вот такой разрозненный характер. В конце концов, когда стадия, начинающая художник, у вас уже заканчивается, необходимо сделать некий выбор, чтобы дальше ваше портфолио было похоже на более слаженную конструкцию. Нужно сказать, что для начинающего художника приветствуется такое отношение к рисованию и живописи. Жадно хватаем все, делаем все, пробуем разные техники. Но вот попробовали, теперь нужно сделать выбор, потому что дальше развиваться во всех направлениях будет очень сложно. Моя рекомендация о том, как сделать такой выбор. Конечно же, здесь нужно обратиться к самому себе. Какая из работ далась вам наиболее легко? Какая работа, вам кажется, была выполнена с большей легкостью, живописностью, и теперь она радует именно вас? Здесь можно совершить ошибку. Например, принять за самую лучшую работу ту, которая получила наибольшее количество лайков и отзывов в социальных сетях. Вы выложили какой-то букет цветов или котенка, и по своему образу и милой мордахе именно он набрал наибольший, наибольший отклик ваших зрителей. Но здесь важно понимать, действительно ли это является вашей техникой и темой, которую вы хотите развивать в своем творчестве. Выбранная вами работа может быть не самой удачной. Например, вы смотрите на картину, понимаете, что в целом она не получилась, но здесь вы работали с текстурами и в какой-то участок очень выразительно получился, краска самопроизвольно потекла, и вот такая форма подачи изображения вам очень близка. Или в какой-то работе вы работали крупным мазком, показывали большие формы краской. И именно это решение кажется сейчас вам удачным. Хотя показано в картине, например, только дерево такими мазками, а вся остальная часть работы не получилась. Здесь нужно ориентироваться только на себя и на свое понимание того, что вам удается лучше всего, и что вы цените во всех созданных работах. Еще один вариант это, конечно же, посмотреть вокруг. Вы и так это делаете, просматриваете тысячи изображений различных художников в интернете. И здесь тоже можно задать вопрос, кто моя ролевая модель, на какого художника я бы хотел быть похожим. Речь идет не о внешнем сходстве, не о поведении мастера, а именно о технике исполнения работы. Здесь тоже важно обратить свое внимание на то, что любимый художник это не то, чью технику вы обязательно должны взять на вооружение. Мой любимый художник Клод Моне, Ренуар, я очень люблю импрессионистов, но в то же время сам не пишу в этой технике. Хотя был этап в моей творческой деятельности, когда я писал работы, посвященные импрессионизму. Возможно, и вернусь к этой технике еще, но моей основной техникой, лично моей, не является техника, похожая на работы Клода Моне. Безусловно, все мы учимся на классических произведениях Шишкина, Саврасова, Ледвитана. И, возможно, понимание цвета мы можем брать у этих мастеров, но архи сложно повторить в точности их технику. И ориентироваться на этих мастеров, наверное, на этапе выхода из стадии начинающий художник будет ошибочно. Поищите еще того мастера, который более реалистично соответствует вашему поиску живописных решений. Я бы рекомендовал начать копировать некоторые работы выбранного вами мастера, а потом наложить свою технику на технику выбранного вами героя и решить какую-то картину по своему собственному сюжету, замыслу и посмотреть, что из этого вышло. Вот такая компиляция очень здорово может закрутить и ваш личный почерк и создать вообще что-то новое. Еще одним вариантом вычленить из вашего портфолио самую удачную работу по технике исполнения там, где зарождается ваш личный почерк, это обратиться к более опытному мастеру. Причем обратившись к одному мастеру, если его ответы вам не показались достаточно глубокими, откровенными, понятными вам, то сделайте так, чтобы анализ ваших работ произвели несколько человек. Уверен, что если в этих разборах мнение нескольких мастеров совпадет, например, они покажут вам какую-то одну из работ, вы уже точно сможете сориентироваться, что именно эта техника близка вашей руки. Хотя здесь может возникнуть и внутреннее несогласие. Мне в институте говорили, что графика у меня получается гораздо лучше, чем живопись. Я действительно какое-то время работал иллюстратором и есть изданные книги в хороших издательствах, где я выступал в качестве иллюстратора. Я волей-неволей прокачивал именно этот свой навык, но всегда меня не оставляло в покое желание продвинуться и в живописи. Здесь вы можете тоже сделать выбор или прислушиваться к тому решению, который доводит до вас более опытный мастер или двигаться в своем направлении. Но все-таки совсем отбрасывать рекомендации более опытных специалистов не стоит. Я думаю, что в моей живописной составляющей картины, которую я сейчас пишу, есть что-то от иллюстрации. Наверное, если бы сейчас мне заказали какую-то книгу иллюстриживать, я бы делал решение, основываясь не только на своем иллюстративном опыте, но и на опыте живописца. И вот это совмещение живописи и графики, я считаю, что в моем решении дало тоже свою определенную технику. Посмотрите как-нибудь в моем портфолио городские пейзажи это практически графические решения. Вот так, когда мне там 10 раз говорили, что у тебя графика лучше получается, а я все время это игнорировал, теперь понимаю, что не нужно игнорировать, нужно использовать эту сильную сторону, да, можно не в чистом виде, накладывая еще на какой-то навык, но совсем отбрасывать то, что дано тебе природой, то есть оттолкнуться от самого себя, это очень важно. Очень неплохо свою технику рисования, живописи можно отработать в тот момент, когда вы выходите на рынок, на коммерческую деятельность. Каким образом? Казалось бы, здесь нужно рисовать то, что нужно зрителю не всегда так. допустим, вы дали в социальных сетях объявление, что вы занимаетесь росписью стен в интерьерах, вам поступает звонок, пожалуйста, нам нарисуйте диснеевских героев, я всегда отказывался от таких заказов, мне не интересно делать такую работу, соответственно, уже понятно, то, что я делать точно не хочу, а что я хочу? сразу здесь возникает резонный вопрос, и ты уже понимаешь, что вот эту работу ты можешь выполнить, а вот эту или не хочешь, или просто пока не хватает профессионализма, плюс, например, роспись стен диктует определенные материалы, акрил, лак, колеры, для большого размера очень сложно выбрать для работы масляные краски, поэтому здесь мы решаем все акриловыми материалами, соответственно, это накладывает и определенную технику исполнения, и через 3-4 заказа она действительно уже у вас складывается, эта техника понимания того, как решается этот заказ. Еще здесь очень хорошим ограничивающим моментом является сумма заказа. к примеру, это 30 тысяч рублей. Понятно, что этот заказ нельзя выполнять месяц, если у вас есть помощники, и вы решаете задачу, ну, не то, чтобы скоростного выполнения заказа, наверное, такой подход повлияет на качество, но вы так оптимизируете свои действия, чтобы выполнить заказ максимально качественно и максимально быстро. И если вы делаете в месяц 2-3 таких заказа, то можете как-то обеспечить себя, если проживаете в регионе, а не в городах миллионниках, и помочь своим помощникам тоже с заработком. Вообще выполнение работ на заказ, может быть, это живопись на холсте или какие-то другие виды творческих работ, очень сильно продвигают в выборе своего направления. Вы напрямую чувствуете, во-первых, и спрос, и так получается, что в заказе на первый план выходит именно самый лучший ваш навык, самое лучшее умение. Вы, применяя его, как бы вычленяете из всего многообразия тех вещей, которые вы делали. Поэтому на каком-то этапе я рекомендую выполнять заказы, хотя всегда это процесс сложный, взаимодействие с людьми, вопрос денег, удовлетворения спроса, но школу это, эту надо на каком-то этапе пройти. Потом, когда художник становится большим мастером, в какой-то степени он может отходить от заказов, если его работы и так востребованы и просто покупается большинство тех проектов, которые он делает. Еще я должен сказать то, что не относится к теме сегодняшнего урока, но очень важный момент. Позже мы разберем его более подробно. Знаете, что если вы все время берете за свой заказ маленькую сумму, вы ваш мозг начинает таким образом оптимизировать действия, чтобы действительно выполнить работу максимально быстро, но это, как я уже сказал, может повлиять на качество. А самое главное лишает вас развития, потому что вы все время ищите способы, как сделать заказ проще и быстрее. Если же нормальную оплату за свою работу, вы заняты тем, чтобы продумать, как выполнить эту работу наилучшим образом, как сделать такую картину, которая вдохновит вас, зрителей, ну, то есть это будет нечто, что может удивить многих людей, то есть вы вкладываетесь в эту работу, здесь мозг не ищет пути оптимизации, он расправлен и готов работать долго и хорошо. А я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, позже мы в одном из видео более подробно поговорим об этом. Давайте сейчас вернемся к поиску своего направления в живописи и спросим себя, а вообще зачем нужно искать направление в живописи? Ну, в одном из видео я уже ответил на этот вопрос, это похоже на возвращение домой, вы чувствуете просто себя комфорта, когда заняты своим делом и работаете в своей технике. Я думаю, здесь не нужно подробно объяснять. Но, что хочу заметить, получается некая оптимизация вашего портфолио, если представлены, работы представлены в каком-то едином стиле, в единой технике, в едином материале. Конечно, в портфолио могут быть, присутствовать работы, выполненные в других техниках и в другом материале, но все-таки генеральной линией представленной вашего представления в интернете должна быть какая-то одна выбранная техника. Сами представьте, как вы реагируете на портфолио художника, когда видите его в сети. очень приятно разглядывать работы, когда из одной в другой они, как бы, мы целиком видим мастера, полностью его творчество разворачивается перед нашим взором, когда работы выполнены более-менее в одном стиле. Еще удобнее покупателю, у него есть большой выбор, ему нравится вот эта работа, но все-таки он себя ассоциирует вот с этой работой, а может быть еще посмотреть вот на эту, и тоже у него нет растерянности в том, а кто перед ним находится, какой человек, что он из себя представляет, то есть ваше портфолио начинает транслировать вашу личность. Я могу предвидеть такую реплику, что мне нравится работать во всех направлениях. Мне близка акварель, акрил и маслом я пробовал рисовать, и мне тоже нравится. Друзья, выше мы сказали, что развивать полноценно все эти направления будет очень сложно, а если у вас возникает такой внутренний процесс, значит вы еще пока находитесь в стадии начинающего художника, я не говорю это в уничижительном ключе, это нормально, это хорошо, пожалуйста, пока продолжайте искать свой материал, но однажды даже усилием воли и с точным собственным решением нужно взять какой-то материал, который, как мы уже сказали, лучше всего ложится на вашу руку и начать работать им. Как вы видите, в моей профессии главную роль занял акрил, несмотря на то, что у меня на самом деле возникают иногда желания взять в руки масло, потому что и запрос большой по маслу, больше людей занимается маслом, больше покупают масло на холсте, к акрилу в России скептически относятся, но выбранная техника позволяет мне и совершенствоваться в ней, и все-таки не метаться из стороны в сторону, что тоже большой раздрайв вносит и так неспокойную творческую жизнь художника. Почему неспокойную? Потому что все время художник анализирует свою деятельность, свои работы, желает сделать их совершенней, продавать более успешно, и здесь идет некий поиск, и если еще постоянно не знаешь в каком материале делать работу, то возникает дополнительная сложность. Друзья, я сейчас предвижу тот момент, что многие из вас решат, что именно я тот человек, который должен посмотреть ваше портфолио и дать главные рекомендации. Я, конечно, с осторожностью размещу ссылку на то, как подать заявку на разбор своих работ, но при этом сразу скажу, что в рамках того, что я ценю свое время, процесс рассмотрения ваших работ будет платным. Но я ни в коем случае не навязываюсь, потому что у вас в вашем регионе, в вашем городе обязательно есть художники, которые могут быть вашими менторами, рассмотреть ваше портфолио и дать правильные рекомендации. Может быть, вот такое не заочное, а очное общение будет даже более полезным. Вы даже по какой-то реакции глаз сможете определить, что думает человек о ваших работах. Подводя итог, давайте еще раз перечислим основные положения, которые дают нам возможность выбрать свой стиль. Конечно, это самостоятельная умственная работа, которая обязательно, даже если у вас присутствует следующий пункт, это консультация у большого мастера, все равно не отойти никак от самостоятельных решений, и никто не знает вас лучше, вы. И если мы пока еще где-то себя не знаем, то продолжаем этот поиск, он обязательный. Итак, второй пункт это консультация у мастера, и желательно не у одного мастера, а два-три человека, возможно, должны оценить ваше портфолио, и очень хорошо воспитывает руку, ум, это выполнение платных заказов. Возможно, не для всех этот третий пункт приемлем, полезен и нужен, но у меня это происходило именно так. Работа с людьми, работа на заказах все время оптимизирует мышление, дает возможность проявить себя с неожиданной стороны, потому что если оформляешь какое-то большое кафе и выполняя одну работу очень качественно, тебе говорят, а можешь сделать вот это, а можешь сделать вот это, и соответственно, если ты не можешь сам, ты нанимаешь работы по дереву, ты нанимаешь каких-то помощников, при этом контролируешь выполнение, чтобы это было все в художественном ключе выполнено, поэтому для меня этот опыт незаменим, сейчас я беру заказов меньше, но иногда если это попадает теперь уже на мою технику, на мою руку, то не отказываюсь, поэтому применяйте этот третий пункт тоже, если даже вам сложно выходить на открытый рынок и брать заказы. Друзья, я бы хотел пожелать вам всего самого хорошего, если пока вы не выбрали свой стиль и направление, не переживать об этом, главное, вы получили информацию и как будете готовы, у вас вновь в душе всплывет этот вопрос, но вы уже вспомните то, что слышали на эту тему, вернетесь, возможно, или к этому видео, или мысленно вспомните то, о чем мы сегодня говорили и сможете начать процесс вот этого выбора той необходимой линии, того необходимого направления, которое будет вести вас на вершины творчества. Сегодня же я с вами прощаюсь, постараюсь далеко не откладывать выпуск следующего видео, в котором мне бы хотелось поговорить с вами о творческой уверенности. Не путайте это с уверенностью, вообще жизненной, а именно в своей области, в области нашего с вами творчества. Здесь, как ни странно, мы можем проявлять большую уверенность, даже чем в каких-то жизненных вопросах. И этот момент нельзя упускать. Итак, до свидания. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, и если вам было это видео интересным, возникли какие-то собственные мысли по всему вышесказанному, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Буду рад прочесть, и как вы уже видели, практически на все комментарии я стараюсь кратко, но ответить. До свидания, друзья, до новой встречи. до новой встречи. Здравствуйте, друзья. Это видео не научит вас продавать свои работы, но мы с вами поговорим о вопросе художник и деньги. Да, в прошлом видео я обещал не касаться темы продажи работ, пока не накоплю достаточное количество знаний на эту тему. то есть мое количество итераций по продаже своих работ должно наконец-то привести к такому моменту, когда я пойму достаточное количество закономерностей, которые приводят художника к обязательной продаже. пока этот опыт находится в стадии накопления, и я не могу поделиться этой информацией. Но вот что касается художник и деньги, об этом мы уже можем начать говорить, ведь взаимодействие с финансами происходит у нас даже еще когда мы не начинаем продавать свою работу, мы уже покупаем материалы и мечтаем их окупить. представьте такую ситуацию, курортный городок, тележка, художник продает свои работы, ну как работы, это планшеты 15х15, 20х20, на них аэрографом, я думаю вы знаете что такое аэрограф, это аппарат, который рисует красками при помощи подачи воздуха, мелкой струей разбрызгиваемого жидкого состава краски. Работы получаются яркими, если мы используем яркие оттенки цвета и довольно реалистичные, несколько похожи на фотографии, что там между фотографией и каким-то декоративным постером. И вот работы эти выполнены аэрографом яблоки, груши, вишни, на которых обязательно есть капля блестящая капля воды. Аэрограф здорово помогает делать распылы и поэтому вот эти светящиеся капли смотрятся очень натуралистично. Туристы охотно покупают эти работы. Друзья, ту историю, которую я вам рассказываю, произошла очень много лет назад. поэтому скорее всего тематика таких сувенирных картин уже в курортных зонах изменилась. Это было давно, но нам нужен этот пример для понимания того, что я буду говорить дальше. И можно сказать, что этот художник за курортный сезон зарабатывает довольно большие деньги. вы скажете это наверное был не художник а обычный торговец, но наверное тот, кто производит эти работы тоже же получает свою часть заработка. Поэтому неважно художник продавал работы или это был торговец. мы говорим о том, кто получает деньги за эти картины. Казалось бы, он нашел свою тему, работы очень хорошо реализовываются, в конце сезона подсчитав общий заработок наверное художник доволен. Но я хочу спросить вас, когда вы начинаете творить свои картины, вы мечтаете именно об этом? Ведь здесь существует некий конвейер. Человек превратился в мастера, в мастерового, который на потоке, на конвейере создает большое количество работ, сувенирного плана и их продает. Очень сложно говорить о художественной ценности таких работ. Хотя в сувенирном производстве есть свои гении, нужно отдать им должное, которые очень художественно делают свои сувениры. Вот здесь в углу экрана вы видите адрес инстаграма. Это девушка, с которой я вместе учился в Алтайском государственном университете в городе Бийске и она своей профессией выбрала как раз производство сувенирной продукции, но на высоком художественном уровне. Это я так говорю, чтобы не обидеть именно тех, кто действительно вкладывается в свое дело и делает свои работы от души. Ну вот вернемся к тому конвейеру, который позволяет как бы производить определенный кэш непосредственно зарабатывая на туристах. Я думаю, что человек, который приходит в творчество мечтает не об этом. С другой стороны, любой приходящий в творчество конечно отчасти занимается своим хобби, но в конце концов хобби должно перерастать во что-то большее и мы задумаемся о продаже своих работ. Так какими должны быть продажи, если не такими? Ну наверное отчасти я ответил на этот вопрос, если дал вам адрес инстаграма человека, который очень здорово и художественно делает сувениры. Да, необходимо вкладывать свое мастерство, постоянно его совершенствовать, повышать свой уровень, и тогда что-то внутри нас чувствует рост. То ощущение, когда мы идем по творческим ступеням, постоянно превозмогая может быть и лень, и сложный поиск чего-то нового, интересного, здесь есть место эксперименту, кстати, иногда и неудачному, но все неудачи остаются как бы за форматом публичных социальных сетей, мы где-то уничтожаем эти работы, прячем, но обязательно экспериментируем, потому что именно через это происходит рост. Я вам хочу привести еще один пример. Обязательно в жизни начинающего художника наступает тот момент, когда его работы начинают быть востребованными, но востребованными по очень небольшой стоимости. Стоимость, которая позволяет закрыть проблему с приобретением материалов и оставляет небольшое количество средств на жизнь. При этом этот момент очень опасен, потому что в нем вы начинаете с одной стороны чувствовать небольшой комфорт, потому что наконец-то деньги идут некоторым потоком. С другой стороны мозг постоянно начинает изобретать ходы, которые упрощают вашу деятельность. Приведу пример. Вам сегодня нужно создать три работы, которые вы продадите за небольшую сумму денег. И вы стараетесь сделать эту работу максимально быстро, просто, да, может быть, соблюдая свой почерк, свои какие-то найденные эффекты, но при этом я вам гарантирую, что мозг ищет пути быстрого и наилегчайшего исполнения этих работ. Так устроен человек. Но вот представьте художника, который знает, что его работы продаются больше пятисот, больше тысячи долларов, и перед ним лежит холст, и он создает работу, которая будет стоить дорого. Ему не нужно никуда спешить, вопрос с материалами закрыт, некоторый жизненный финансовый фундамент тоже существует. Каков его подход к делу? Каков ментальное ощущение того, что он делает? Он может дольше искать состояние, которое будет соответствовать работе, которое он делает. Он не торопится, он может погрузиться в свои мысли, сделать предварительные эскизы, и когда почувствует ну не буду говорить вдохновение, а именно состояние, потому что вдохновение это ну есть такое ощущение, что это нечто дающе нам свыше, а вот состояние, которое мы ловим для создания работы, это что-то более земное, достаточно иметь некоторое спокойствие, понимание, что ты хочешь сделать, ну например осенний пейзаж, и мне важно в этом пейзаже показать очень влажную атмосферу, и вот такими размышлениями я постепенно ищу не только то, в каком цвете будет пейзаж, какова будет композиция, но и пытаюсь ощутить состояние, которое постараюсь передавать на полотне, и когда наступает момент написания картины, художник как бы к этому готов, и он в спокойном расположении духа, не дергаясь по поводу того, что ему нужно создать на конвейере определенное количество работ для выживаемости, для оплаты текущих жизненных счетов, квартира, машина, дети в сад, туда, туда, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, он более спокойно пишет свою работу, так вот, подход писать картины и продавать их недорого может привести к некоторому выгоранию, это происходит потому, что как раз мозг ищет постоянный короткий путь для выполнения этих работ и в конце концов приводит к конвейеру. Да-да-да, это происходит механизм этого происходит именно так, сначала вы наконец выходите на продажу своих работ, вы востребованы, пока еще за небольшие суммы начинаете продавать свои работы по небольшим суммам и ищите постоянно пути того, как за меньший промежуток времени сделать наибольшее количество работ, их продать, да, иногда выстреливают какие-то удачные работы, но в основном это все поставлено на поток, хотя вы себе в этом не признаетесь, вам кажется, что вы находитесь в глубоком и великом творческом процессе, на самом деле уже штампуете свои картины. Так вот, что-то внутри нас, ну назовем это внутренний ребенок, устает от таких процессов, ему становится неинтересно заниматься таким видом творчества, но при этом вы, понимая, что вам платить по счетам, и вы ушли из офиса и теперь свободный художник, начинайте себя заставлять продолжать выдавать на свет картины, которые по-прежнему по небольшой стоимости покупают. В конце концов, вы настолько утомляете внутреннего ребенка, себя, свою психику, что просто уже не можете смотреть на краски, и просыпаясь утром, вам не хочется делать очередную работу. Как так? Я всегда хотел быть свободным художником, я мечтал уйти из офиса, чтобы это стало моей профессией, и теперь я прихожу к тому, что и эта профессия становится неприятной и нелюбимой. Как это могло произойти? А вот так и происходит. Включается конвейер. Каковы симптомы того, что конвейер начинает включаться? Вы вдруг решаете загрунтовать непривычные четыре формата, которые собираетесь написать на этих форматах картины за неделю. Вы вдруг решаете загрунтовать десять форматов. Берете меньший размер картины, потому что именно он позволяет создать работу быстрее. Вы не думаете над сюжетом, а делаете картину, начинаете делать картину, выбрав какую-то тему, например, морскую тему, и начинаете накладывать мазки, краски на поверхность и сами смотрите, куда выгребет эта картина. Например, вы видите, что получается пасмурное небо, поддерживаете это движение своих рук, мыслей таким образом, что да, ну вот получилась грозовая картина морских, морского, на морскую тему. Вот еще давайте здесь несколько мазков, камни, такие грубые, мастихином на переднем плане, и картина готова. Берем следующий формат и начинаем тот же процесс. Ни о каком погружении в состояние не идет речи, не идет речи и о том, чтобы подумать над сюжетом, поискать и есть еще такой термин у художника самовыражение, то, что он хочет сказать миру своими произведениями. Вы скажете, ой, как это высоко, об этом думают только великие художники, которые выставляются в музеях. Да нет, любое наше творчество, даже если вы занимаетесь какими-то прикладными вещами, это наш разговор с миром и его вы делаете или спонтанно, без вкладывания туда каких-то ноток своей души, или творите действительно произведение, которое радует и вас, и потом радует зрителя. Ну, какие еще симптомы есть у того, что вы начали работать на конвейере? Вам достаточно не состояния, а просто хорошего настроения, но вот хорошее настроение начинает пропадать и появляются мысли, что сегодня мне не хочется писать картины. Вы даете себе выходной, проходит один-два дня, возвращаетесь к своим работам, но по-прежнему не ощущаете той интересной, ну, или, как сказать, такой энергии, которая сопутствовала вам в самом начале вашего творческого пути. Да, начинает происходить вот это, ну, я не знаю, просто другого термина, выгорание, которое приводит к тому, что неприятно заниматься своим делом. Я вам предлагаю поотслеживать свои мысли, как вы ведете себя по отношению к тому произведению, которое создаете. Как поступаю я? У меня есть действительно работы, которые я продаю очень недорого, но я взял себя за правило обязательно создавать картины, которые я продумываю, которые мне делать хочется, над которыми я не думаю кто, когда и где ее купит. То есть оставлять для себя обязательно процесс истинного творчества. Казалось бы, когда мы делаем вот эти эксперименты, с краской, с картинами, мы теряем время, в это время мы не зарабатываем, а нам нужно платить по счетам. Друзья, если этого не делать, то будет хуже. Поэтому доктор прописал обязательно заниматься личным творчеством, выделить на это среда четверг. Конечно, очень сложно творить по расписанию. Вы, например, выделили для себя какой-то день и знаете, что в этот день вы не занимаетесь работами конвейера, а занимаетесь настоящими творческими работами. Приходите в среду в мастерскую, а вам как-то не хочется свою работу писать. поэтому лучше делить день свое пребывание в мастерской на работы, которые вы делаете для продажи и работы, которые вы делаете с творческим, с глубоким подходом. Мне интересно, что сейчас это видео может смотреть вообще не художник, и он волосы надыбом встают на голове у этого художника, у этого зрителя, который понимает, что большинство художников включает конвейер и работает не от души, а он, покупая работы за небольшую сумму, думал, что это прекрасные произведения художника. Я могу успокоить этого человека, сказать, что все равно любое, ну, если вот не только вот этот художник, который писал аэрографом своей картины, любая акварельная работа, работа ребенка содержит его почерк, отпечаток его личности, но все-таки и для вас теперь есть задача уметь отличать произведения, созданные от души и уметь за них платить, да, и тогда все будут счастливы, а может быть даже и хорошо, что вы не художник и вдруг попали и смотрите это видео. Будет вам тоже определенная наука. Художники, которые только начали заниматься творчеством, возможно, даже не понимают, о чем я говорю. Для них живопись, краски, кисти все является элементом хобби, они получают удовольствие от самого процесса, пока не думают о продажах и очень трудно им понять, о чем я говорю. Но тот, кто пытался продавать свои работы, вставал на эти рельсы, уже, думаю, точно подмечали хоть что-то из того, что я сказал. Так вот, пожалуйста, работайте в любом режиме, продавайте свои работы десятками, сотнями, пусть они стоят недорого, рынок в России так устроен, что многие люди не могут платить большие деньги за картины, но, пожалуйста, создавайте в своих мастерских, в квартирах работы, которые будут наполнять вас внутренним светом. Даже если картина у вас в конце концов не получится, и вы будете думать, ну вот, я делал ее от души, а картина у меня не получилась, здесь действительно важен сам процесс, само лекарство, нахождение в процессе, который вас радует, где нет спешки, гонки, желания побыстрее завершить работу, выставить ее, куда-то заработать, и пусть в конце концов у вас сложится там плеяда таких работ, которые можно будет и показывать на выставке, и точно поставить на них цену, которая вас удовлетворяет, которая приятна для вас, и не спешить продавать эти работы, хранить дома там обернутые пищевой пленкой, чтобы они не пылились, пусть стоят, ничего страшного, но при этом вы будете действительно чувствовать себя и полноценным художником, у которого есть работы для выставки, и те работы, за которые вам точно не стыдно, которые вы спокойно оцениваете высоко и спокойно называете эту высокую стоимость человеку, который желает их приобрести. Если он отказывается, а вам нужно что-то другое, пожалуйста, давайте пройдемте сюда, здесь целая куча работ, пожалуйста, выбирайте здесь. И наверное он не готов к покупке осознанной большой продуманной работы, в которую выложили свое внутреннее состояние, поэтому для него будут приемлемы работы сувенирного плана. Понимаю, что многие скажут, что им очень трудно делить свое творчество на заработок и незаработок. Я с вами полностью согласен, это действительно трудно и мне тоже трудно это делать. У меня есть заказ, который я сейчас делаю, и я так на него подглядываю одним глазом, а сам занимаюсь творческой работой. Но понимаю, что он закончен уже где-то процентов на 70, заказ тоже хороший, который я делаю от души, но все-таки заказ пришел в тот момент, когда меня интересуют другие темы написания картин. Я совсем над другой темой сейчас работаю, а заказ нужно выполнить по ранее выполненной картине и как-то мозгами вернуться в то, что я создавал раньше. Я стараюсь выполнять эту работу, но при этом заказ немножко меня отвлекает от творческого процесса. Но хорошо, что он есть, я точно, зато у меня такое есть ощущение, что я сдам этот заказ и будет определенный заработок. И вот в тот момент, когда вам трудно разделить свое творчество на заработок и просто занятие творческое, думайте о том, что работы, которые вы выполняете с более глубоким погружением в процесс, в конце концов и будут вашей основной деятельности, и ваша живопись будет стоить гораздо дороже, чем сейчас. Это и будет нормальным переходом уже мастера, живописцы, или возможно вы выполняете какие-то абстрактные картины или декоративные, все равно мне кажется, мы должны пройти этот процесс, этот момент, когда наши работы стоят недорого и в конце концов работать над теми произведениями, которые будут находить отклик у более платежеспособных зрителей и приносить нам и удовлетворение моральное при их выполнении и финансовое. Понимаю, что в комментариях вы можете написать огромную кучу возражений тем словам, которые услышали в этом видео. Сегодня я поделился своим опытом, своим подходом. И если вы хотите написать что-то критическое, постарайтесь к этому прибавить и свой опыт, а вы как решаете эту задачу, эту проблему. То есть вы однажды решили стать свободным художником и теперь у вас нет того места или той карточки, на которую кто-то как-то по какой-то причине перечисляет каждый месяц вам зарплату. вы на вольных хлебах и от вашей деятельности зависит ваше благосостояние. Как вы существуете в этих условиях? Возможно, те комментарии, которые вы оставите, помогут нам всем лучше разбираться в этой ситуации, не допускать выгорания, разочарования своей профессией, а наоборот расти. Всего вам доброго, до свидания, до следующего видео. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Как знание материалов живописи влияет на качество выполняемых работ? Безусловно, чем лучше вы знаете материалы, которыми пользуетесь, тем качественнее получаются работы. Почему это происходит? Перед вами чистый холст. вы начинаете писать картину. Ваша краска жидкая или густая? Вы работаете широкими мазками или мелкими? У вас в руках щетинная кисть или беличья? Или это синтетика? Все эти моменты в той или иной степени влияют на то, какая картина получится в результате. Почему это происходит? Безусловно, что каждый материал, во-первых, диктует свою подачу изображения. Вы можете понимать, что картины, выполненные пастелью, отличаются от работ акварелью и, конечно же, маслом или акрилом. Возможно, мы можем иногда перепутать масло или акрил, но при этом техника работы этими материалами тоже будет различаться. Как художник использует качество и возможности материала для того, чтобы выполнить поставленную задачу? И здесь ключевым словом является поставленная задача, потому что во время работы уже поздно придумывать технику исполнения. Конечно, начинающий художник, не зная материал, может еще в процессе работы на поверхности холста каким-то образом экспериментировать в той или иной степени, рисуя небо, воду. Например, вы жидким акрилом прописываете гладь воды, небо и более густым пишите ветви и листву деревьев. С одной стороны, это выглядит логично, но с другой стороны, лучше все процессы продумывать заранее. Сделать это, не имея опыта, конечно, трудно, но как-то в комментариях я уже рекомендовал одно упражнение, которое, мне кажется, очень здорово помогает изучать различные материалы, выполнить одну и ту же работу три раза. Пусть это будет небольшой формат 30 на 40, какой-то пейзаж с несложным сюжетом, домик, поле, трава, дальний план деревьев, дерево на переднем плане, может быть урез воды и лодка, стоящая у берега, но при этом такое повторение работы три или даже четыре раза, а я в одном из видео показывал вам свою работу, свой сюжет, который я выполнял и пять раз, причем это были не наброски, а полноценно законченные работы, это делается для того, чтобы как раз и лучше понять свойства материала. это приводит к тому, что однажды вы, рисуя гладь воды, очень четко знаете, как в следующий момент будет накладываться блик на воду. Вы берете на кисть краску нужной густоты, проводите слева направо кистью по полотну и рельеф холста, а кстати рельеф холста тоже можно отнести к свойствам материала и которое вы тоже будете должны знать, потому что гладкий холст и более зернистый отличаются по своим свойствам и дают разное качество живописи. Итак, вы ведете кистью с нужным нажимом с нужным количеством краски на кончике кисти и получаете такую идеальную линию слегка текстурную, которая полностью реалистично отражает идею глади воды, на которой виден солнечный блик. То есть знание свойств материалов приводит к тому, что вы очень как бы не задумываясь и очень легко начинаете писать картину. Наша задача как художников знания о материалах, даже тот момент, как прогибается под действием кисти холст, как он вибрирует, должны как бы все эти знания должны проникнуть куда-то в подсознание и не мешать нам воплощать живописную задачу. Как я уже сказал, если вы в процессе работы задумываетесь над тем, как должна работать кисть, какой мазок она должна накладывать, какая густота краски должна быть на кончике кисти, то все это отвлекает от непосредственно процесса живописи. Как добиться того, чтобы вы не задумывались об этих процессах? Конечно же практикой. Плюс, во всяком случае, мне очень здорово помогает изучение работ других художников. Не обязательно, что вы кого-то должны точным образом копировать или подражать какому-то стилю живописи, но вглядываясь в работы других художников, вы видите, что здесь художник применял мелкую кисть и делал такое вибрационное движение кистью и за счет этого создал пышную крону дерева. А вот здесь он применял лисировки разным цветом за счет прозрачности слоев он добился вот такого свечения небесной сферы. Вот изучение этих приемов тоже дает определенный багаж знаний, которые впоследствии служат для того, чтобы мы уже не задумываясь выполняли работу над своей картиной. Вероятно, поэтому художник, попробовав различные материалы, все-таки склоняется к написанию своих картин каким-то определенным материалом. Наверное, сейчас я говорю в большей степени о красках. Например, акварелист выбирает акварель и погружается в ее познание. И однажды наступает тот момент, когда материал уже не сопротивляется художнику, а как бы выступает союзником в выполнении задачи. То есть, касаясь кистью, наполненной акварелью бумаги, художник видит, как краска расплывается по поверхности и в какой-то степени помогает этому процессу, но не препятствует ему. и вот в заданном расплыве получается облака на картине. Где-то он кистью корректирует этот процесс, опять же, позволяя и этим моментом корректировки как-то расплываться по бумаге, тем самым акварель создает свои живописные эффекты, и художник можно сказать как посредник между идеей и воплощением лишь помогает этому процессу. Наверное, это идеальный вариант существования при написании картины, потому что борьба с материалом не приводит ни к чему хорошему, а борьба именно идет на этапе познания материала. Вдруг оказывается, что там краплак полупрозрачный и вы, добавляя его там в тень, не знали об этом и в результате в готовой картине тень получилась не того цвета, которого вы планировали. Соответственно, именно незнание материала привело к тому, что в работе есть какой-то момент, который вас не удовлетворяет. И если вы все-таки выберете для себя какой-то один материал и будете в большей степени работать им, в конечном итоге как раз и произойдет то слияние художника и материала, которое будет давать наилучший результат. Давайте еще на минуту погрузимся в те моменты, которым мы следуем, когда пишем картину. Холст, натянут на подрамник, имеет определенный прогиб полотна при написании картины. Если мы пишем картину на арголите, мы не имеем этой отдачи поверхности, соответственно наша живопись проистекает другим образом. Если мы выбираем гладкое полотно, то на нем например там лисировку неба сделать проще, чем на грубом зерне полотна. Также для картины мы можем выбрать пористый грунт, который будет способствовать тому, что краска слегка растекается на поверхности. Мы можем выбрать грунт под масло, который имеет слегка глянцевую поверхность и там растекание краски не будет происходить вообще и мы можем накладывать более густые мазки, зная, что краска не будет растекаться. Да, и густота краски тоже влияет на процесс живописи. Где-то и маслом, и акрилом мы можем брать больше жидкости, которая растворяет краску. В акриле это вода, в масле это растворитель с маслом и тем самым делать какие-то участки картины более жидкие потом переходить на густые мазки краски делать их кистью или мастихином и в мастихин при использовании мастихина мы можем тоже регулировать его жесткость. Есть мастихины очень жесткие, которые практически не гнутся, а есть очень тонкие, которые даже под сильным нажатием могут гнуться и тем самым давать своеобразный эффект на полотне. Как художнику попробовать все эти материалы? Как узнать те материалы и инструменты, которые соответствуют вашим задачам? А вот как раз и через задачу должен действовать художник. Вы написали некий эскиз своей будущей картины и теперь продумываете как будет осуществляться живописное воплощение этой картины. Соответственно под это воплощение вы будете выбирать и материалы и инструменты. Возможно у вас уже сложилась плеяда любимых инструментов и вы постоянно их используетесь. можно даже с этим вас поздравить. Хотя иногда вот у нас на канале есть уроки, где я накладываю там листья, деревья и траву не только мастихином, но и кусочком пенопласта. Где-то художник может действовать тампоном ткани и получать тоже своеобразный эффект. но все это соответствует той задаче, которую он продумывает перед тем, как будет писать картину. Да, где-то может быть случайно не продумав этого, он схватит мастихин и часть работы выполнит этим инструментом. Но это тоже будет соответствовать задаче в том смысле, что он ведет картину к какому-то своему понятному воплощению и результату. А соответственно использование вот этого инструмента в данный момент очень здорово вписывалось в общий контекст написания картины. Он сделал этот ход и он сработал в плюс. Соответственно даже не продумав этот процесс вот такое спонтанное решение тоже может давать хороший результат. Может ли художник, который плохо знает свойства материалов написать удачную картину? Ну конечно определенное усердие, труд всегда дает результат. И даже какая-то спонтанная абстракция может оказаться удачной и все порадуются такому событию этой удачной картине. Но все-таки мне кажется если вы собираетесь работать в этой профессии долго, то никуда не деться от постоянного изучения материалов. И вот эти мои как я уже сказал там пятиразовые пробы одного и того же сюжета на разных поверхностях с разной густотой краски в разных тоновых решениях это все эксперименты которые позволяют изучать технику и сам материал. И уже в процессе когда вы смотрите там одно из моих видео вы пишите в своих комментариях так все кажется легко. Но вот за этим и стоит определенная тренировка. Я часто люблю приводить вам примеры из спортивной игры хоккей и вот есть игроки особо талантливые которые забивая гол такое впечатление что не думают над своими действиями их решения на площадке молниеносны и все такое разводят руками а оказывается шайба уже в воротах как это происходит безусловно это какой-то талант игрока но при этом скорость и быстрота мышления которая достигнута с помощью очень большой тренировки миллион раз на тренировке выполнен этот бросок в маленькое там отверстие клюшкой которая тоже кстати есть клюшки которые по-разному гнутся есть более жесткий более мягкий крюк у одних загнут сильнее у других меньше то есть в любой профессии вот есть вот эта материальная часть которой пользуется художник а я талантливого игрока в любом виде спорта тоже могу назвать художником потому что когда человек очень хорошо владеет своим материалом плюс подключает свою фантазию образное мышление некоторую такую жизненную уверенность в воплощении своих идей он начинает творить и как раз вот это и является ключом к тому чтобы и вы могли здорово воплощать свои идеи как быть уверенным в своих творческих направленностях наверное это отдельный разговор для следующего видео друзья но я очень редко и мало рекламирую в своих видео курсы но раз уж мы сегодня говорим о подробном изучении материалов и техник живописи я все-таки предложу вам сегодня свой курс живописи импрессионизм которую я считаю одним из лучших своих курсов мое увлечение импрессионизмом не могло пройти даром я уже много раз рассказывал что этому послужили конечно и сами работы импрессионистов когда-то я их смотрел в плохом качестве в каких-то энциклопедиях книгах по импрессионизму уже после 90 90 годов полиграфия становилась лучшей я находил все лучшие изображения и только с появлением интернета некоторые картины удалось разглядеть более детально соответственно лучше понять технику Клода Мане переложить ее на акрил и уже выпустить полноценный курс живописи который обучает начинающих художников именно этой техники но я должен здесь отметить что не с нуля то есть вы должны какой-то путь пройти самостоятельно прежде чем взять для изучения этот материал если вы никогда не работали акрилом и только что вчера взяли в руки кисти для вас этот курс будет сложен а вот если вы вставите перед собой задачи более детальное изучение материалов акрил вам кажется менее податливым он темнеет когда вы пишете картины вот как раз техника импрессионизма дает нам возможность оставлять краски более яркими этот техника это не для всех потому что тот кто любит работать быстро спонтанно мало задумываясь над сюжетом допуская из работе какие-то абстрактные решения этот курс больше направлен на усидчивость на работу мелким мазком то есть вы заранее продумываете процесс я помогаю это делать в курсе и пишете картину в стиле импрессионизма ну ладно рекламная пауза таким образом слишком длинной получается но курс того стоит переходите по ссылке которая есть в описании и знакомьтесь на странице которая описывает этот курс более детально и подробно спасибо вам что прослушали эту рекламную паузу а мы с вами возвращаемся к нашей теме урока как изучение материалов влияет на результат который мы получаем в итоге хочу я обратить внимание еще вот на что очень часто начинающие художники берут для копирования работы других мастеров и пытаются их воплотить но мы сейчас не будем говорить конечно о наших классиках о Шишкине о Саврасове эти картины тоже берутся для копирования но здесь вообще я бы этого делать не рекомендовал на начальном этапе потому что однозначно вы запутаетесь и в цветовой гамме и в том решении которое есть у этого мастера у этого художника повторить это сложно но вот вы взяли для копирования работу ну какого-то современного мастера который работает в более простой технике хорошо для примера возьмем один из уроков художника Жиляева вы должны посмотреть не только на внешнюю сторону работы вот стоит дом дерево поляна как здесь вот оттенки зелени здесь небо голубое но вы должны сначала постараться понять технику исполнения этой работы как работа велась слоями какой был у этой картины первый цветовой слой как художник выполнял сначала передний план потом обратился к дальнему плану небо было написано а потом поверх неба прокладывались деревья или сначала мы написали деревья а потом обрамили это все сводом неба понять технику это уже очень близко приблизится к тому что у вас копия будет более удачной а зачем вы делаете копию как раз и для того чтобы научиться в курсах художественных вузов обязательно есть копирование работ мастеров и именно при копировании мастера молодые мастера учатся тому чтобы и самим тоже уметь владеть этим материалом и этой техникой поэтому изучение техники живописи при копировании тоже является одним из самых важных процессов здесь может сложиться впечатление что я так набрасываю вам огромное количество задач которые очень трудно исполним для начинающего художника вы про себя отмечаете да что над всем этим задуматься да я просто хочу рисовать там пейзажики ну конечно возможно это и ваш путь но если все-таки мы говорим о профессионализме о более глубоком познании профессии то здесь конечно не обойтись без того чтобы задумываться над тем как ведется процесс живописи и о свойствах материалов которыми вы работаете и выполняете свои идеи безусловно в самом начале возможно я тоже не задумывался но это неизбежно потому что когда я приходил там в картинную галерею и видел работу художника которая мне нравилась по каким-то причинам я думал как это сделано а вопрос как это сделано это и есть какие инструменты какие материалы использовал художник как он двигал своей рукой что он получил вот такой эффект нанесения краски на поверхность как он и чем размешивал краску на палитре почему он получил именно такие оттенки и невольно ты начинаешь сам пытаться отвечать на эти вопросы естественно Клод Моне не давал мне никаких уроков но отвечая на эти вопросы ты ближе и ближе приближаешься к технике какого-то мастера а соответственно в какие-то моменты уже даже понимаешь его решение и его замысел и это приносит еще больше наслаждения от соприкосновения с работой с работой мастера для чего мы сегодня разговариваем об этом а вот для того чтобы ваши работы получались и становились все лучше и лучше это была задача сегодняшнего видео сегодняшнего урока большое спасибо вам за внимание за то что являетесь подписчиком моего канала до свидания до следующего видео когда начинающему художнику можно выходить на пленэр с одной стороны вопрос вполне понятный закономерный и имеющий место быть с другой стороны хочу вам привести вот такой пример когда я был маленьким подростком я например ложил перед собой лист бумаги и рисовал свою левую руку потом выглядывал из окна мне нравился грузовик который стоял у дома напротив я старался его тоже запечатлеть на листе бумаги карандашом и вот вопрос мог бы ли я представить о том что у кого-то нужно спросить разрешение о том что могу ли я рисовать с натуры чем были продиктованы мои действия конечно же просто желанием рисовать например когда я рисовал автомобиль мне было интересно как раз его проекция то есть не плоское изображение с двумя колесиками а именно автомобиль стоящий в проекции где можно уже пощупать его грани и вот как раз в тот момент я начал как бы понимать вот эту линейную перспективу точки сходящиеся у линии горизонта позже к автомобилю прибавились здания ну и так далее то есть если вы идете по улице или находитесь где-то на отдыхе река дети купаются в воде от дерева упала тень и вы думаете о как прекрасен этот уголок как как он интересен как замечательно легло вечерное освещение на объекты есть большое желание запечатлеть это этот рисунок это состояние можно взять просто альбомный лист и даже в черно-белом варианте исполнить этот сюжет и этого уже будет достаточно чтобы потом дома в мастерской написать картину ну или какой-то небольшой этюд уверяю вас вы будете очень хорошо помнить может быть не тонкости цвета но расположение светотеней тоновые отношения яркость освещения это очень хорошее упражнение сначала в карандаше изображать увиденное ну получается что могу об этом говорить потому что именно так складывалась моя практика по работе с натурой именно с карандашных набросков конечно в современном мире например сложно где-то встать уреза воды и начать сразу красками разрабатывать какой-то сюжет появляются зеваки каждый хочет спросить причем какой-то вопрос интересный а вы художник то есть стоит мольберт краски человек рисует картину но все равно вот этот пропуск в беседу звучит так а вы художник но здесь уже ты коротко отвечаешь ну или действительно вступаешь в какую-то беседу поэтому у меня к вам есть очень важная рекомендация во-первых будете волноваться вот этих посторонних взглядов если раньше не работали с натуры поэтому для первых своих сеансов можно найти как более уединенные уголки может быть у себя на даче или там где вы сможете остановить свой автомобиль и разложить инструменты которые взяли с собой еще одна рекомендация для тех кто очень долго рисовал по фотографии выйдите на пленэр и сфотографируйте тот объект который собираетесь изображать ну кто-то сейчас скажет что опять он предлагает рисовать по фотографии да-да-да возьмите и дома может быть акварелью или на небольшом формате все тем же акрилом выполните по сделанной фотографии сюжет потом выйдите на пленэр и повторите этот сюжет уже с натуры вы увидите насколько легче вам в листе закомпоновать всю композицию и как уже более смело вы начнете писать работу цветом и самое интересное что работа на пленэре даст вам гораздо больше решений и по цвету и по композиционной составляющей потому что фото изображения слегка отличается от того что мы можем увидеть на натуре метод восприятия или как стиль восприятия глаза отличается от фотографии так проделать можно до трех раз ну то есть сначала фотографировать рисовать этюд в мастерской или дома а потом выходить и повторять его на натуре когда вы в четвертый раз станете рисовать какой-то сюжет на натуре а может быть даже решите повторить тот же самый без фотографии может быть слегка изменив ракурс своего вида вы уже будете настолько как бы понятно и привычно действовать что надобность фотографирования просто отпадет этот процесс как бы сольется работы с фотографией с натурой с фотографией с натурой и вот вы встали на натуру и в этот раз не делаете никаких снимков сразу начинаете компоновать и писать сюжет и получается гораздо легче вот так происходит переход от работы по фотографии и работы в натуре но я все равно рекомендую делать фотографии даже сохранив этот этюд на будущее вы когда-то может быть в холодные зимние вечера захотите вернуться к этому сюжету и вот наличие фотографии вашего этюда с натуры поможет очень здорово сделать полноценную картину если если вы художник декоратор и ваше произведение это больше дизайнерские решения предназначенные для украшения интерьера то в принципе работа с натуры вас может не заботить это будет вашим редким хобби которое дополняет ваш творческий процесс конечно работать с натуры обязательно нужно учащемуся там художественной школы или художественного училища или если вы ходите в данный момент какую-то студию это очень развивает взгляд понимание живописи то как строится изображение на плоскости как оно в конечном итоге наполняется цветом то есть заменить это ну практически ничем нельзя но как я уже сказал если ваша творческая направленность не проистекает именно в рамках классической живописи то фантазийные декоративные работы конечно можно выполнять и по фотореференциям и по каким-то своим представлениям что лучше писать с натуры по фантазии или по фотографии здесь мы можем вспомнить цитату Клода Мане при том что этот художник очень много наверное 90% его работ выполнены с натуры тем не менее именно он сказал что никого не волнует как я пишу свои работы с натуры или по фотографии я знаю много художников которые работают с натуры но при этом они делают посредственные работы я наверное недословно привел эту цитату вы можете найти ее в интернете но смысл ее передал точно из этой цитаты становится понятно что даже на заре фотографии художники уже пользовались ею как вспомогательным материалом для живописных работ при том что фотография была черно-белая но тем не менее наверное вот эти тоновые отношения или какие-то композиционные решения помогали мастерам создавать свои произведения не говоря не говоря о современном мире где фотоаппарат с довольно хорошим качеством находится у нас в кармане в виде мобильного телефона в то время когда я учился в вузе мы конечно же очень много работали с натуры но как любой ленивый студент работали и по фотографии но вот что самое интересное я уже говорил об этом в одном из своих видео преподаватели здорово видели когда работа выполнена с натуры или по фотографии и у меня забирали в фонд вуза работы именно выполненные с натуры никогда в число лучших работ не попадала картина выполненная по фотографии ну вот вы можете спросить а сейчас я работаю по фотореференцию или по представлению ну давайте я вам покажу фотореференс который я использую сейчас для создания картины которую вы видите на экране да в этой фотографии с трудом можно узнать рисунок или композицию построение изображения то которое вы видите на моем планшете но отправной точкой служил именно этот фотореференс он как бы задал мне настроение и позволил оттолкнуться и дальше фантазировать на тему летнего итальянского кафе да действительно копировать фотографию один в один ну просто очень скучно и не всегда простое фотографирование дает возможность ухватить то настроение которое ты хочешь передать в своей работе и так еще раз внятно скажу о том когда начинающему художнику выходить на пленэр ну во-первых когда желание выйти на пленэр сильнее чем некое сомнение в том что ничего не получится при этом не всегда же нам необходимо выходить на улицу на всеобщее обозрение и как бы проверять свои способности под взором посторонних людей мы можем начать писать с натуры не выходя из дома каким бы неинтересным не был ваш двор он вам кажется совсем унылым и здание напротив не внушает какой-то творческой составляющей но при этом все равно вы можете взять какой-то ракурс написать только участок крыши с трубами с антеннами или если вы живете высоко опустить свой взор там настоящие машины даже вот этот ракурс сверху как-то поможет вам написать эти предметы ну конечно отчасти мы можем считать рисунком с натурой натюрморт и постановки которые вы ставите дома но скорее всего мы сейчас больше говорим по про пленэр поэтому начните не выходя из дома или из мастерской позже первые сеансы вы делаете уже в каких-то уединенных местах на пленэре без посторонних взглядов чтобы вас никто не отвлекал от этого процесса далее мы берем на вооружение и в помощь фотореференции которые делаем самостоятельно в тех местах где собираемся работать чуть позже а уже минуя этот переходный период смело выходим на натуру и пишем все что нам удобно конечно выбирать для начала нужно не сложные сюжеты например если вы выйдете на железнодорожную станцию увидите несколько составов поездов здания вокзала фонари окна это такая постановка такой сюжет может сбить вас с толку огромным количеством своих деталей лучше это река урез воды дерево которое отражается в воде такие объекты например дерево оно не требует особой точности будет здорово если вы передадите объем кроны падающую тень но при этом здесь не нужно портретной точности как при рисовании например здания вокзала поэтому первые сюжеты должны быть довольно простыми для исполнения а уже потом по мере вашего роста вам обязательно захочется что-то выполнить более сложное блокнот для зарисовок может стать вашим другом не обязательно каждый раз раскладывать все краски и полноценно выполнять этюд можно просто в блокноте делать какие-то зарисовки которые будут вас давать вам будущую смелость в этюдах то есть вы с какого ракурса не подойдете к автомобилю кстати почему я зацепился за автомобиль попробуйте его нарисовать казалось бы простая вещь но не так просто любое здание это коробка прямоугольники а вот автомобиль имеет локальные поверхности и их не всегда просто изобразить но я желаю вам удачи и всего самого творческого на вашем пути до свидания друзья куда приводят мечты есть такой кинофильм но мы уточним название куда приводят мечты творческого человека с одной стороны нам свойственна вот эта мечтательность и это хорошо потому что образное мышление которое включается во время сеансов мечтаний очень помогает человеку творческому ну наверное все изобретения строятся на том что какой-то какой-то объект какой-то механизм сначала нужно придумать представить как он будет работать а дальше уже искать методы воплощения мне как-то с трудом верится что изобретение изначально рождается из математической формулы мне кажется это уже следствие там вычисления сопромата или еще каких-то моментов функционала механизма так же происходит и в изобразительном искусстве когда мы сначала представляем картину она может даже присниться мне кажется такое сновидение и сеансы наших мечтаний несколько похожи по своему единственное что сны снятся спонтанно и этот процесс нерегулируемый а вот когда мы о чем-то мечтаем то мы можем задавать как бы сами себе тему и образно представлять о чем я говорю куда приводят мечты встречали ли вы когда-нибудь людей которые мечтательны хотят воплотить в жизнь какую-то свою идею все время о ней размышляют я даже встречал своих знакомых есть такие знакомые с которыми видишься редко но вот когда видишься он или она доводит до тебя свою идею свою мечту в таком в близком разговоре за чаем и причем это продолжается на протяжении многих многих лет и казалось бы почему за это время не воплощена эта мечта хотя бы не сделана какая-то такая явная попытка которая окончилась может быть неудачей но попытка состоялась и теперь из того что получилось можно сделать какие-то выводы и принять новые решения и уже потом с новыми силами с новым багажом собранных знаний вновь повторить эту попытку но нет мечта остается мечтой и вот однажды в таком разговоре я предложил человеку финансовую помощь в воплощении его мечты нет там речь не шла о какой-то огромной сумме и мой разговор поддержал еще один коллега художник сказал о я тоже финансово поучаствую в воплощении этой идеи и здесь повисла некоторая пауза сначала тот кто доводил до нас свои мечтания сказал что он не возьмет у нас никакие средства но мы заверили его что даже при неудачной попытке возвращать ничего не нужно нам просто интересна его идея интересна мечта и если она будет воплощена то просто все порадуемся вы удивитесь но уже прошло около полутора лет и общение с этим человеком можно сказать прекратилось конечно это можно списать вот в 20 году была определенная ситуация в которой мы не могли встречаться в 21 еще как-то не было таких мероприятий где мы могли пересекаться но даже вот не созваниваемся вероятно есть такое нежелание вновь поднимать эту тему и мне кажется что здесь произошло следующее наша с одной стороны вот эта финансовая доброжелательность была ну такой порывом который вытекал из вот этой презентации человеком своей мечты он настолько нас зажег что мы готовы были пожертвовать в эту историю свои личные средства но для него возможно вот вот этой нашей эмоциональной составляющей было достаточно и ни о каком воплощении своей мечты речи не идет гораздо приятней все время иметь вот эту подпитку в виде мечты в виде перекладывания каких-то листов эскизов мыслей все время как бы релаксирование по поводу любимой темы и мы получается с своей финансовой поддержкой пытались отнять мечту то есть она могла или воплотиться а могла воплотиться неудачно и тогда бы это принесло тоже некоторое разочарование и может быть человек в наших глазах выглядел как-то не очень приятно и вот представляете наше некое посягательство на его мечту привело к тому что человек даже готов прервать общение ну я не скажу что с друзьями но со своими коллегами с товарищами потому что они как-то вот неправильно отреагировали на его вот это мечтательное сообщение вот у вас сейчас есть возможность оценить свои мечты а вы вообще готовы к их воплощению хотите ли того чтобы все действительно было так как вы об этом мечтаете или сама мечта для вас более важна и вот недавно в инстраграме режиссера Андрея Кончаловского прямо на его странице написано русский человек идеалист ему мечтание важнее чем делание и здесь для меня многое стало на свои места кстати в этот момент я сам к себе обратился а если у меня такие мечты которые как раз служат не движением вперед ну то есть что я называю движением вперед вперед придумал запланировал воплотил сделал получил результат это как бы движение вперед а если нет движения вперед это придумал 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 и так в этом и живешь для чего я как бы проводил ревизию таких мыслей все-таки мне больше нравится практическая часть именно воплощения с результатом хотя когда мы говорим о творчестве о картинах очень сложно говорить о запланированном результате вот например когда будет продана картина которую я пишу сейчас невозможно это предсказать сразу ее кто-то купит или она будет ждать своего покупателя год поэтому кстати у художника должно быть много картин ассортимент но это предмет исследования для другого видео сейчас мы говорим о своих мечтах и в их возможном исполнении самое интересное что здесь требуется очень большое мужество для того чтобы заглядывая внутрь себя понять что ты не собираешься воплощать свою мечту и используешь ее лишь для какой-то внутренней подпитки кстати может быть даже на определенном этапе и не лишней подпитки потому что ну как осуществлять движение вперед когда многое не получается только за счет своей мечты но все-таки как сделать так чтобы мечты исполнялись конечно они должны быть более-менее реалистичные хотя никто не может запретить нам фантазировать очень феерично так что у другого человека будет это вызывать какую-то или улыбку или даже состояние шока мечту можно протестировать если не все сразу то хотя бы ее часть например вы желаете стать кондитером делать на заказ кондитерские изделия ну ведь это легко очень проверить даже не изготавливая никаких изделий дать объявления на авито там социальные сети посмотреть как мир реагирует на вашу мечту безусловно что мы знаем много примеров когда мечта долго воплощалась в жизнь не сразу мир откликнулся на эту мечту но все-таки попытки когда-то нужно начинать делать поэтому вот вы начинающий кондитер ну дайте объявление наконец-то уже в газету или в интернет издание о том что вы готовы а так у вас нет и рецептов вы даже не пробуете дома делать кондитерку а просто об этом мечтаете увидели год назад по телевидению какую-то передачу атмосфера которой вам понравились или сходили на мастер-крас по кондитерским изделиям там было весело такая хорошая атмосфера и вдруг вас поселилась мечта что вы должны этим заниматься но ни одного движения в эту сторону не сделано ваша мечта не прошла тест на жизнеспособность вы можете долгое время в блокноте рисовать эскизы кондитерских изделий вот я придумал такой-то торт он будет подарен на юбилей мэру города здесь есть фигуры центральных зданий нашего города а вот фигура самого мэра очень интересно в эскизах выглядит великолепно но не имеет никакого воплощения и мечтать об этом можно долгие долгие годы есть ли у вас такая мечта о которой вы мечтаете долгие годы может быть сегодня настал момент ее протестировать как это относится к изобразительному искусству к тем картинам которые мы пишем возможно уже стоит зарегистрироваться в какой-то интернет-галерее выставить свои картины на продажу устроить свою выставку хватит об этом мечтать сейчас надеюсь будут постепенно сниматься ограничения которые очень жестко заставляли нас сидеть дома в 20 году сейчас будем надеяться что постепенно все будет налаживаться и вы с новыми силами расправив крылья наконец дадите возможность воплотиться хотя бы некоторым вашим мечтам возьмите лист бумаги напишите план как вы это будете делать кстати чем мечта отличается от задачи как раз тем что у задачи существует план и только через вот такое воплощение можно как раз реализовать свою мечту ну кто-то скажет зачем так относиться к мечте на то она и мечта чтобы ввести нас в светлое будущее и если мы раскладываем ее по полочкам то это уже не мечта а действительно какая-то задача не знаю как это у вас но мне кажется если мечту нельзя разложить на задачи то это еще более эмфермерная структура которую можно называть фантазия вот там действительно очень трудно за что-либо ухватиться для того чтобы фантазию превратить во что-то более материальное понятное и решаемое мечты фантазии все это наверное определенные инструменты которыми нужно уметь пользоваться вот есть у вас ящик с физическими инструментами там есть плоскогубцы ножовка разные ключи зубила молоток нужно уметь этим пользоваться ну конечно если дать это там трехлетнему ребенку он навредит себе и может быть поломает какую-то мебель дома поэтому умение пользоваться теми инструментами которые вам даны мне кажется очень важный навык кто научит ими пользоваться наверное жизненный опыт но может быть те наставники которые встречаются нам на жизненном пути безусловно отказываться от этих инструментов только потому что мы не научились им пользоваться не стоит лучше как раз и поискать подходящие инструкции и все-таки научиться ими пользоваться друзья здесь могут возникнуть конечно возражения например вы спросите Александр а где вы видели такую мечту которая воплотилась по щелчку пальцев то есть мы можем долгое время делать попытки что-то воплотить но при этом сталкиваться с большой неудачей и есть ощущение что то что ты придумал вообще никогда не может исполниться но при этом самые настойчивые люди добиваются успеха и в конце концов получают воплощение своей мечты я соглашусь с этим с этим возражением но только вот в каком ключе мне кажется если вы пытаетесь осуществить мечту и как бы двигаете ее в определенном направлении и сталкиваетесь с неудачей то мне кажется это и есть закрытый путь да мечта хорошая но давайте чуть-чуть развернем в сторону ну например мне иногда пишут что уроки ваши нравятся но я пишу маслом да да действительно если человек пишет акрилом и у него не получается а маслом получается значит масло его его материал также я умею работать акварелью но не считаю этот материал своим и зачем мне становиться художником акварелистом хотя изначально я мыслил себя больше иллюстратором и в юности мечтал стать иллюстратором детских книг осуществил свою мечту подержал ее в руках проиллюстрировал несколько детских книг но как-то не пошел дальше в этом направлении оказалось что ну осуществленная мечта не ну я не готов ее впустить полностью в свою жизнь и оказалось что мое предназначение проистекает в других местах и нужно идти совсем другими находить другие пути для движения пишите вы картину гладью и она у вас не очень хорошо получается но может быть тот же сюжет сделать в московой технике живописи и тогда все получится то есть мы не мечтая не меняем вашу мечту мы просто чуть-чуть разворачиваем градус своего действия в другое направление и в этот момент все начинает получаться но я говорю несколько упрощенно но надеюсь идея понятна вполне возможно что вы художник декоратор который должен работать в интерьерах но пройдя художественную школу вы рисовали постановочные натюрморты и мыслите себя сейчас как художник живописец который должен как раз рисовать с натуры или ставить натюрморты делать правильное освещение и именно эти картины должны завоевать сердца зрителей а на самом деле вас ждут в интерьерах и хотят или хотят видеть от вас интерьерную живопись здесь нужно более внимательно прислушиваться к самому себе здесь могут помогать сигналы извне ну то есть вы писали натюрморты вас принимали на выставке но какого-то горячего отклика ваши работы не получали но вдруг на заказ вы выполнили какую-то картину и совсем посторонний человек не заказчик увидел эту работу и говорит о я тоже такую хочу но ведь это явный сигнал того что именно это находит отклик в сердцах зрителей и возможно является вашим направлением кстати вот на своих консультациях я часто находил в портфолио а даже находил не в портфолио я помимо того что работы которые мне присылают на консультацию я еще заглядываю в личный профиль как-то одной женщине я в личном профиле нашел работу которую она мне не показала в своем портфолио и привел эту работу как пример ее лучшей техники потому что ну трудно конечно себя увидеть со стороны но это возможно главное вот слышать и слушать вот эти сигналы со стороны но здесь конечно нужно находиться в среде людей которые вас принимают ну то есть изначально не против той деятельности которой вы занимаетесь иначе положительных комментариев от них не дождешься ну или другая крайность нужно уметь фильтровать вот эти комментарии в социальных сетях когда вы выкладываете свою работу а вам пишет Наташенька ты прелесть но это не есть настоящая обратная связь здесь подруга оценивает вас с той стороны с той подачи что она так не может а вот вы написали пейзаж и для нее это уже восторг и хорошее ваше проявление настоящая обратная связь это больше когда посторонний человек желает свою коллекцию получить вашу картину на какой-то выставке или онлайн цель этого монолога предостеречь вас от излишних мечтаний которые никогда не воплощаются в жизнь мне кажется что более интересно когда то что вы придумываете находит свое воплощение радует вас своим результатом ну и приносит пользу миру несомненно я думаю что творческие люди они настроены именно на положительное созидание поэтому результаты плоды нашего творчества кстати хорошее слово плоды нашего творчества то есть их можно собирать дарить ну когда-то и продавать материальная составляющая здесь тоже важна кстати обратите внимание что многие мечтательные натуры кстати которым я себя тоже отчасти отношу могут долгое время иметь финансовый неуспех именно по причине бездействия гораздо приятнее мечтать чем что-то делать и вот только реальное действие когда мечта столкнулась с реальной жизнью дает нам полное понимание того а что мы все-таки напридумывали я вам желаю хороших мечтаний кстати забыл прорекламировать свои курсы по ссылке в описании этого видео вы можете пройти в каталог курсов арт-школы Александра Жиляева и выбрать для себя дальнейшее продвижение по творческой карьере то есть курсы на разные темы когда вы выбираете что-то по своим силам и под моим руководством выполняете серию уроков смотрите внимательно ко многим курсам есть вот этот пул обратной связи к каким-то курсам такого не предусмотрено но все равно вы можете выбрать для себя удобный для вас вариант итак ссылка в описании курсы которые я предлагаю для самостоятельного изучения кстати наверное вот мои курсы это тоже определенные плоды творческого труда которые приносят пользу большому количеству людей если вы начинающий художник вы можете получить двойную пользу с одной стороны пройти курс с другой стороны посмотреть а как он вообще устроен курс живописи и когда-то запланировать написать свой курс уже воплотив свои идеи так мы вместе даем больше красоты нашему миру большое спасибо вам за внимание я желаю вам всего самого доброго и на этом прощаюсь до свидания здравствуйте друзья давайте сегодня рассмотрим вопрос насколько точно мы должны следовать на туре находясь на пленэре или когда пишем работу по фотографии насколько точно передавать то что изображено на фотографии сделанный нами собственноручно на мобильный телефон на фотоаппарат или найденный в интернете вот как раз фотографии из интернета могут принести нам более четкую композицию потому что чаще всего их делали профессионалы и они умеют выстраивать кадр и преподносить нам изображение так чтобы мы видели его наилучшим образом я в инстаграме подписан на двух трех фотографов и меня порой восхищает их умение выстраивать кадр вот идет человек на фоне светлой стены от него падает тень и этот человек занес ногу сделал шаг я думаю если бы он стоял или его нога ближе была к асфальту то совсем по другому была бы выстроена эта композиция если бы фигура ну то есть человек сделал еще 2-3 шага фигура сместилась в этой композиции все бы нарушилось как фотограф может поймать этот кадр вы скажете что на современной аппаратуре есть вот эта серийная съемка ну кстати серийная съемка может ухудшать размер изображения размер кадра и все-таки без видения без навыка очень сложно увидеть композицию ну вот у вас есть начальное видение композиции понимание как вы в живописи выстраиваете кадр вы выходите на пленэр видите лесок дом деревенский на среднем плане но вдруг один из столбов электропередач по ракурсу совпадает с углом дома то есть один угол дома и находящиеся там перед вами на каком-то расстоянии столбы вот электропередач один из столбов попадает как раз в угол дома но мы же не можем так изобразить хорошо вы скажете нужно отойти в сторону и занять другое положение во первых другое положение иногда занять сложно например вы находитесь на пригорке чтобы занять другое положение нужно спуститься ракурс меняется во вторых меняется ракурс самого дома а вы встали именно так что сам ракурс дома очень выгодно там в три четверти расположен перед вашими глазами но вот этот столб электропередач не там стоит не там его вкопали служащие которые занимались этим вопросом не смотрели они на пейзаж с этой позиции что мы делаем мы спокойно берем и отодвигаем при написании картины столб вправо или влево как раз и смотрим где по композиции он будет находиться лучше мы наврали да в своей работе мы слегка исказили на натуру но при этом сделали более интересное читаемое нормальное композиционно выдержанное изображение при этом рисуя этот же пейзаж вы можете видеть что по композиции дерева которое находится на заднем плане дома желательно написать немножко выше по размеру и вы спокойно работаете над тем чтобы увеличить это дерево для баланса композиции справа не хватает кустов потому что все изображение получается слегка смещено вправо и баланс в картине нарушен мы спокойно дописываем кусты там где нам это нужно для того чтобы сохранить равновесие композиции насколько вопрос насколько можно врать в своей художественной правде интересно получилось насколько можно врать в своей художественной правде да вот существует именно вот эта художественная правда но мы сейчас с вами кстати не говорим о фотореализме есть отдельный вид искусства где И человек полностью, как фотоаппарат, в рисунке передает все детали, все объекты, весь цвет объектов, текстуру, так, чтобы это было похоже на фотографию. Мы сейчас говорим о более живописном, спонтанном, художественном исполнении. Так вот, насколько мы можем искажать композицию в угоду более выгодному видению построения композиции? Я бы ответил, сколько угодно. Иногда художник просто отталкивается от натуры и решает работу полностью, своеобразно. Вы знаете таких художников. Бато Дугажапов, глядя на его работы, вы вряд ли узнаете, какая это страна, где написан этот пейзаж. Ну, условно, можно там увидеть где-то и итальянские пейзажи, но вообще художник пишет свет и тень. Это главные действующие лица в его картинах. Поэтому там не идет речь о детальной прорисовке, сходстве с реальными объектами. Для него важно другое. Ну, если же документальная точность становится одним из важных элементов, например, вы в своем городе пишете архитектурные сооружения, достопримечательности своего города. Ну, и будет нелогично дом сделать длиннее, прибавить еще один этаж. Люди очень хорошо знают эти объекты, и на выставке вам, конечно, сделают замечание о том, что вы неправдиво изобразили тот или иной объект. Так что, выстраивая композицию, вы являетесь хозяином своего листа, своей компоновки и принимаете решение таким образом, чтобы именно художественно работа выглядела выигрышно, выгодно, интересно и несла свою художественную правду. Я часто привожу пример, связанный с театром. То есть, актер на сцене говорит очень громким голосом, но мы, находясь в зрительном зале, воспринимаем это как норму. Если же актер будет таким голосом разговаривать в реальной жизни, все будут говорить, пожалуйста, не кричи, ты говоришь очень громко. Но если же он реальным голосом будет разговаривать на сцене, то зрители, начиная уже с третьего ряда, не будут слышать актера на сцене и будут переспрашивать, а что он сказал, о чем спектакль, вообще непонятно. Поэтому существует вот эта сценическая речь, и мы считаем это сценической правдой, театральной правдой. То есть, полностью верим актеру, находящемуся на сцене. И нам не кажется, что он говорит очень громко. Так выстроена вот эта художественная подача в театре. Если же мы слушаем аудиокнигу, то фразы крика, если вдруг по сюжету какой-то герой кричит, актер-чтец часто произносит шепотом. По вагонам! И нам кажется, что вот этот негромкий голос является криком. Странно, да? Но при этом вот такая художественная правда существует в прочтении книг. Поэтому мы теперь точно знаем, что когда мы пишем картину, мы пользуемся своей живописной художественной правдой. и, зная это, спокойно выстраиваем композиции так, как это выгодно нам, художникам, для того, чтобы создать наилучший образ на полотне. Построение композиции в живописи, в картине может вообще зависеть от задачи художника. То есть сейчас мы с вами обговорили моменты, которые мы выполняем при работе на пленэре. Вышли, пославили мольберт и стараемся, оттолкнувшись от натуры, ну, может быть, наиболее точно передать виденное нами на полотне. Но у художника в этот момент, во время работы, даже на пленэре, может стоять еще дополнительная художественная задача. Например, картина художника называется «Одиночество». Давайте представим все тот же деревенский домик. Мы отодвигаем его слегка на дальний план. Вот эти столбы электропередач, которые тоже в перспективе уходят вдаль. Дорога где-то на горизонте превращается в точку. С другой стороны распаханное поле, борозды которого тоже уносятся в перспективе. И маленькая фигурка человечка, который идет по этой дороге. Мы толком не можем разобрать. Мужчина – это женщина. Просто вот эта крошечная, похожая на точку изображения человека. И низкие облака, слегка нахмурившаяся погода. Художнику 45 лет, у него кризис среднего возраста, и вот он написал такую картину, которая называется «Одиночество». Это была дополнительная задача, которую он себе поставил, находясь на пленере. А вот он пишет картину другой художника. «Дорогами детства». Мы можем вообще не изображать столбы электропередач в этой картине. Вот деревенский домик, склон горы, наполненный яркими цветами, облака разлетаются в светлой синеве небо. С другой стороны, может быть, спаханное поле, но над ним весело кружатся птицы, зелень более яркая, светлая, в картина полна дыхания. И по этой же дороге пара мальчишек идет с удочками и с ведрами. Эта же натура, но совсем другая художественная задача, которая стоит перед художником. Полностью другое исполнение. Находясь на одном месте, художник, два художника могут написать совсем разные по восприятию картины. При этом вы и в одной, и в другой картине узнаете ту натуру, с которой они работали в данный момент. Давайте прибавим к этому еще личный почерк художника. Его психомоторика тоже рождает определенную подачу изображения. строй мазков, любимые цвета в палитре дают нам то же изображение, которое присуще только этому автору. И вот через эти все призмы мы будем рассматривать конечное, итоговое изображение. Да, кому-то оно будет нравиться, кому-то не понравится, но при этом мы можем понять, что художник сделал свое личное высказывание, опираясь на то, что видел перед собой в этот день на пленэре. Если же мы умеем ставить перед собой вот эту дополнительную художественную задачу, которая не просто передает предметы натуры на полотно, а умеет рождать и настроение, и определенную подачу, и дополнительную тему картины, то мне лично не очень важно, писал человек это на природе или пользовался фотографиями. Я однажды ехал на автобусе между двумя городами, не знаю, или в такой день попал по освещению в такое время, или настроение было соответствующим. Я не выпускал из рук мобильный телефон и фотографировал пейзажи Алтая прямо на мобильный телефон, находясь в автобусе. У меня до сих пор есть эти снимки, часть из них я уже реализовал в картины, то есть так меня захватывало то, что мелькало за окном автобуса, что я не мог удержаться и фотографировал. Я понимал, что это ускользающая красота, и мне срочно нужно ее запечатлеть хотя бы в некачественных, порой смазанных за счет движения автобуса фотографиях. Но все же у меня, во-первых, есть и память об этой поездке, и хорошие фотоснимки, которые еще, даже если они не легли в основу моих картин, все равно они как-то творчески наполнили меня красотой, которая остается у меня и в виде фотографий, и, надеюсь, где-то в душе тоже имеет свой отпечаток. Поэтому, пожалуйста, пишите и по фотографии, если умеете вдыхать в нее свое настроение, свою жизнь, свою художественную правду. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, что находитесь на канале художника Александра Желяева. Подпишитесь, если вам интересны материалы, которые я даю. и до новых встреч в следующих работах, в следующих видео. До свидания, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова